Пинсала. Мы слышим, как ты шевшеешь. Нет, это помехи были. Мне даже не было здесь рядом, и микрофон был выключен. Кузя, здравствуй. Что с метро? Метро сегодня не будет. Стрима не будет. Расход, суки, спишет. Вот там дурачок. Всем привет. Вчера был на трансляции, но не до конца. Хотел сегодня на ютубе достоверить. Не нашел последний урок там, Донь. Где можно очень... Видимо, зальем отдельно. Вчера, Лер, переподписан 18 месяцев. Скоро, Лер, спасибо за переподписку. В общем, привет. У нас очень сложная ситуация. Мы остановились. Короче, начнем, начнем, как обычно, сначала. Начало у нас следующее. Вчера на трансляции по метро было произведено... Было сделано предложение вернуться к прохождению XCOM. Да-да-да, PSIUM есть такая тема. Ну, увы, короче, попытка. Сразу 35к. Сроки поставили сначала к концу мая, но удалось их сдвинуть на две недели, потому что там реально очень мало времени. Плюс сейчас стримфест. В результате до середины... Майя, у нас есть время до 15-го числа, чтобы пройти XCOM на тех же самых галках, на которых мы пытались по шлорасте сделать. И, собственно, вчера же стартанули. Старт был не совсем удачный. То есть, с одной стороны, вроде пар в нужных местах. Жень, Бесса ломится. Она прям за это самое. Открой дверь, пожалуйста. Вот, потеряли одного лейминга. И сейчас прилетел террор. Логистик 66251 увеличил награду до 58 тысяч 32 рублей. Почему тактику слона не берешь с машинным выходом? Потому что я стараюсь играть по своим наработкам. Вот и все. Я не хочу... По-хорошему, типа, если вот прям вот пройти, можно реально посмотреть серию трансляций слона. Успешный там какой-нибудь страй, один из страйов Фотоса. И просто попытаться скопировать, используя, собственно, наработки тактические. Но, я думаю, копируют те, кто... Ну, короче, мне не очень интересно это делать. Потому что я считаю, что я могу пройти без копирования. Вот. Да, это будет мне стоить больше по времени. Да, возможно, это будет стоить мне челленджи. Но, по крайней мере, это интереснее. По крайней мере, мне играть самому, а не пытаться что-то подсмотреть с другим. Вот. Мы напоролись, короче, на террор. Террор вроде как в Бразилии, в отличной стране. Одна уже скриптовая вышла. И тут они поперли на меня. Три пака. Кристалиды, летуны в огромном количестве. Они уже здесь. И вот я сейчас думаю... Мне... Смотрите, там уровень паники 67. Это второй ход. Спуле на... А, подождите, спуле на... Почему не спуле на все? Нет, спуле на все, просто я не всех вижу. Спуле на 7 летунов, 4 кристаллида. Они все там, летуны. Вот. В первый же ход умирает три мирных. Мне нужно не потерять больше 11 человек. Лучше, конечно, не потерять больше вось... Не больше восьми. Одиннадцать страна выходит. Десять это пограничное значение. Ну, девять. Не больше девяти человек. Трое из них уже... Все. Я думаю, что нужно сейчас, прямо сейчас, вырубать сканер движения. И ехать спасать людей. Причем ехать, видимо, в самую кучу вот сюда, куда-то. Или через этого крысу сюда. Там еще двое сзади. Дверь, скорее всего, открыта. Их видят. То есть танчик это 60 баксов. Его не так жалко. Валеру. Хотя он только у нас появился. Остальными нужно сдерживать натиск. Тем более, что... Враги сейчас будут активно убивать мирных. Надо посмотреть датчиком движения, где находят ее ПРСТ. Незначительная часть находится именно у крыс. То есть вот раз. Потом два. И за стенкой еще раз, два, три, четыре. Вот как-то туда. Вон раз, два. И так далее. Вот. Этими пацанами как-то держаться. Снайпер еще не ходил. Второй вариант. Идти на летунов. На крыс идти или на летунов идти? А крыса же танк хорошо покоцает. С одного-двух ударов максимум. Пообещаю не обузить баг, который советовал слон по сбиванию тарелки. О! А то Дракулу пополнил челлендж на пять косарей. Сейчас он 63 тысячи. Короче, я сам не очень высоко оцениваю шансы на прохождение. Вообще, как работают? Мы же ввели челлендж на гудгейм. Новый функционал, клевый. Средства не присылаются стримеру, пока он челлендж не выполнил. Не выполнил. Они просто халдятся на карте. Если что, они сразу возвращаются. Поэтому это не старая попытка, когда у нас еще челленджа не было. Просто присылали и все. Кажется, еле тогда уже работали. Кажется, работали. Оставьте квартиры. Тут не ставки, тут просто повышение. Спасибо, Орд Дракулу. Короче, надо сейчас понять, куда ехать. Блин, я боюсь на крысе идти. Даже с учетом того, что это танк. Но я там реально могу большое количество мирных поспасать. То есть, скорее всего, надо ехать вот так. Да ладно, стоп. Танк не спасает мирных? Нет. Это из-за того, что я, видимо, подошел вот так. Вот он не выходит из этой. Джилетлав, на самом деле, я только сейчас... Я только сейчас увидел. Короче, это ошибка. Кажется, танка можно спасать. Но просто... Блин. Черт возьми. Нет, это особенность механики. Это вряд ли баг. То есть, смысл в том, что... Я был уверен, что он спасет мирную. Вадим 17 подписался на премиум. Обычный бы человек точно спас. Но обычный человек использует укрытие. То есть, он фактически находится на трех точках. Вот на этих трех. И, соответственно, он мирного спасает. Блин, плохо. Надо бежать дальше. Проверяем. Да. Спасли только одного мирного. Ну, я из расчета вот то, что сюда, типа, в следующий ход можно четверых спасти. Нам нужно в первую очередь останавливать ближнюю крысу. Этот не добегает. Дымов у меня нет. 80% в 46. Крысы сейчас имеют наивысший приоритет. Метки же нет у нас никакой. Нет, метки никакой нет. 66. Может передислоцироваться ближе к... Нет, ближе к крысам это риск. Просто я могу увеличить вероятность попадания, по крайней мере, поближней крысе. Этот-то все равно будет этого убивать. Просто мне хотелось бы от летунов подальше уйти в этот ход. Потому что у меня тут полуукрытие, это очень плохо. В идеале, конечно, переместиться сюда. А крысы через окна не бегают. Слушайте, а может реально сюда переместиться? Тут тебе и полное укрытие. Да, наверное сюда. Они же не пробегают. Да, давай-ка сюда. Раз. Может мне так стрёмно за полукавером сидеть? А, ты не видишь ближнюю. И эту не видишь. Ну, ближнюю понятно, почему не видишь. Хотя он здесь будет дважды стрелять. Отсюда проходит. Блин, а дальний-то может добежать. Не, он не должен добежать. Сейчас проверим. Да, видите, обходить надо. То есть в этом плане, конечно, хорошо, что я здесь. Пулечи некуда тоже. Ну, ему можно сдвинуться чуть ближе вот сюда, чтобы... А дальний крыс не добежит до него. И не должен. Вот, 91 раз. Хорошо. Пехотинец точно пытается его бахнуть. Или всё-таки подходит поближе вот сюда, скажем. Не, он дважды должен стрелять. Два раза по 80 лучше, чем... Хорошо. С ним разобрались. 46 маловероятно. То бы тоже отвезти подальше. Двигаюсь на позицию. Так. 56, 56, 56. Шансы, конечно, никакие, мягко говоря. Здесь 76 стоит. 76. Ну, я инженером этим буду стрелять, потому что... 76. Блин! Ну, потому что он за полным укрытием стоит. Снайпер тоже, только по нему. Есть попадание. Надо добить обязательно, друзья. Это, возможно, мне даст шанс. Может, грянкой аккуратно попробовать. Так, чтобы мирного не задеть. Можем кинуть? Можем. Хорошая возможность. Давай так. Как огонь по своим-то? Чё? По каким-то по своим. По каким-то по своим. Где мы тут видим своих? Это как? Мирный? Да какой мирный? Это осколочный. Он не должен коцать его вообще. Он же не подсвечивает его. Может, где-то ещё один мирный, которого я не вижу. Ну, или это баг. А, ещё есть опция пробежать разведчиком дальше. А, потому что, может быть, имеет смысл потом спасать по-быстрому. Так, а что танк? Что он там подсветил? Здесь у нас раз, два, три. И ещё один человек стоит здесь. К нему можно попробовать выйти. А, мы что, мирные в зоне? Неважно, подсвечены или нет. Окей, значит, ты пробегаешь сюда тогда. Я пытаюсь закинуть всё-таки гренку в этого. Да, это огонь по своим. Да, всё. 46. Я бы отошёл тоже. Чё ж знает куда. Может, даже так. Чтоб полу... Полное укрытие. С богом. Лейтон здесь. Блин, там мирных трындец. Это телепорты идут. БМП. 57 попадает. Гражданский. Минус один. Гражданский. Минус два. Гражданский минус три. Ну да, там расстреляют. Страну не спасти. И пошли зомбари. О, хорошо, этот подтупил. Он к гражданскому побежал. Сыдышим. Так, ладно, смотрите. Семеро человек умерло. Вряд ли мне удастся, конечно. А, там в проходе уже стоит. Да, крыса здесь. Я этих уже не могу спасти. Надо, видимо, забивать на страну. И не отдавать оперативников. Как думаете? О, Росбрейн, привет. Привет. Это с нового года? Нет, это новый трай. Это новый трай. 36, 56. 76, 56. Есть ли вообще смысл сейчас пытаться еще мелких мирных спасти? Ну, смотрите, там паника 67. Нет, нету. Нет, нету. То есть они убивают трех и до свидания. Есть. Какая логика? Что ты... Я задаю вопрос себе, Фассайт, а ты говоришь, есть. Теперь объясняйся давай, какая логика. Вероятность того, что мы не дадим убить больше 10, ее практически нет. Что этих мы уже не спасаем. Что там? Беззаботная прогулка? Еще один челлендж от Доктора Н1 на 40к. Ты псих, что ли? Те же сроки и условия, как у челленджа... Что у челленджа ПЛВ после первой миссии из бараков выбирается любой оперативник Ник Сокол. Сокол не снайпер и не использует ничего, что предотвращающий смерть. Сокол не умирает и летит на лазмиссию полностью вкачанную. Что? Что? Что у челленджа ПЛВ после первой миссии из бараков выбирается любой оперативник Ник Сокол. Сокол не снайпер и не использует ничего, что предотвращающий смерть. А, типа, чтобы ошейник не использовал. Сокол не умирает и летит на миссию полностью вкачанную. Аспирант вторая. Но мне это нужно без ошейника, скорее всего. Я тоже так понял, что без ошейника. Кого же Сокола делать? Ну, я принял, естественно, потому что это не сильное усложнение, на самом деле. Надо придумать хорошую роль для Соколика. Скорее всего, это, блин, инвизный разведчик, он же все равно сдохнет. Так, а Фосай там написал вообще? Есть. Написал. Иногда враги топ пят, и после сильного выкашивания зрителей перестают их трогать. Серьезно? Не верю. Не верю. Блин, 52 пулечи тоже не может. Ага, ты его видишь. Но я думаю, что надо передислоцироваться за фулл кавер. Всеми. Сюда вот. Именно здесь воевать пытаться. Танчик возвращать. Раз. Блин, 61 точность. А ну вот это инженеры, а что ж? Они не умеют. Помнишь, что я со сканами на террорах? Да, я-то помню. А ты-то помнишь, как она работает, Барбос-морковка? Все паки уже спулены. Им плевать на то, что... Происходит, блин, сейчас. Два раза по 72, или увеличить вероятность? Не, ближе не хочу подходить. 72 раз. Хорошо. Два. Я не помню, отсюда он видел. Не должен видеть вообще теоретически. 73. Да нет же, вы что? Дэйрен один поддержал ваш канал на 200 рублей и сообщает. Там еще условие было. Там еще одно условие было. Почему-то не показалось полностью сообщение. Да, я понял. Чтобы челлендж должен быть закреплен. Я закрепил его сразу же. Все, правильно. Активные челленджи мы закрепляем. Снайпер пытается попасть. Хорошо. Так, ладно, двух крыс убили. Танк надо возвращать. Возвращать, скорее всего, с перезарядкой. 36. Я бы ентовый инжа подвел поближе, чтобы у него была возможность стоять ближе к остальным и иметь возможность тоже закидывать гренки. Здесь напрашивается, конечно, спасение мирного, но оно бестолково ем. Весьма бестолково ем. Ладно, допустим, этого мы спасем. Допустим. До этого не добегаем. До этого можем добежать. Но нам перезаряжаться же надо. Отсюда надо валить в любом случае. Потому что нам перегородили проход. Здесь стоит крыса. Мы ее не пройдем. Отсюда мы никаким макаром этих мирных уже не спасем. То есть там будет сейчас вакханалия. Выбирая между спасением мирных сейчас и перезарядкой, я, пожалуй, выберу перезарядку. 44. Перезарядка. Учитывая то, что этому делать нечего. Хотя, блин, перезарядиться можно. Не, ладно, я спасу этого мирного. Чисто, чтобы он не был зомбарем. Отсюда могут выскакивать упыри. Здесь оставаться мне, естественно, нельзя. Я понимаю, что здесь еще один мирный стоит. На следующий ход можно было попробовать ворваться. Или остаться перезарядиться. А потом раз и назад резко. Они же до меня не двигут пока. Да, пока не двигут. С богом. Появляются зомби. Блин, он подходит. Блин, полное укрытие. Попадает снова по БМП. Минус еще гражданское. Минус еще гражданское. И все, минус еще гражданское. Все, смысл не было. Абсессус, привет. Минус еще гражданское. И сообщает. Началась неделя бобра защитника человечества. Количество донатов увеличено вдвое. Да не вдвое. Там многократно увеличено количество донатов. Короче, у меня там стоит летун, который мне трындец как мешает. Он под полным укрытием. Обычные люди его не прострелят никак. Так, я думаю, что нужно танк убирать вообще. Ох, вылезать ли. Ну, смысла уже нет вылезать сюда, если честно. Только и если мы не хотим, чтобы было больше зомбарей. Вообще, лучше отступать. Сложная миссия. Ну, то есть страна выходит в любом случае. Хорошо, там регион никакой. Но реально для меня этот террор крайне сложный. Оказался. И вроде и сканы прокинуло нормальным. Перезаряжаться-то. Тоже перезарядка. Тут уходим танчиками. Тут тоже перезарядка. Тоже перезарядка. Тут либо выцеливание, либо перезарядка. Я начну все-таки сделать перезарядку. О, и там же летун еще. Смотрите, какой. Блин, так не хочется ханкерить. Но отсюда нельзя уходить. Меня могут обходить. Сюда надо будет танк перевезти. Давай прицелимся. Гражданский. Полетел, хорошо. Нет, БМП-шечка. Вниз БМП. А вот и крыса. И зомбарь уже здесь. Как бы мне сейчас команду не потерять на этом всем. Ой, народу очень много. Сейчас они могут меня просто задавить. Есть еще опция эвакуации. Потому что страна в любом случае выйдет. Ну, тогда я не получу опыта, не получу денег. Ториум, да мы только начали. Мне нужно вот это все передпасть. У снайпера есть стрельба по воздушным. Но он не прицелился в прошлый раз. Поэтому. Да. Зомбарь пока не доходит. Я думаю, надо из дробаша стрелять. Этот до сюда доходит. Но вот если сюда уйти, то типа нормально. Так, варианты. Можем снести эту стеночку. Чисто для того, чтобы большее количество людей могло пострелять. Мне очень зомби беспокоит, конечно. Потому что мне может банально дамага не хватить. Но это два единственных зомбаря. То есть это последний крисолит и два зомбаря. Они не успели много позаражать. А летуны еще частично распределены. То есть, в принципе, я могу еще попробовать сдержать удар. Но хаешка, которая будет кинута сюда, может быть кинута сюда. Она может помочь в том плане, что если мы сапером сносим каверы, то мы можем работать следующей гранатой весьма и весьма хорошо. То есть я подойду лучше так и попробую все-таки закинуть гренку вот сюда. Как раз из расчета на то, что мы можем снести стенку и хорошо поработать по двоим зомбарям. Ну и плюс дамаг по обоим. Как там у нас стенки? Да, тут уже стены нет. Ну она как бы есть забагованная, но по факту ее уже нет. Есть еще один инженер, можно докинуть гренку. Блин, пехотинец не алло. Ну у него просто вероятность тут невероятная. На попасть, а литун уже планирует фланговать. Я думаю, что надо полючек переводить сюда. И ДПСить по крысям. Потому что мы с Драбаша с одного выстрела ни хрена не убьем. Зомбаре хочется коцать, потому что, ну во-первых, это последние милишные. Если мы их раним, то у них уменьшается мобильность. И мне не обязательно будет отсюда уходить. Если я... Ну я подставляюсь под полукавер. Потому что по-другому опции у меня закинуть туда гранату нет. Так. 46 маловато будет, конечно. 76. Там еще один мирный. Или отступить лучше. Ну и пострелять. Ну поэтому зачем стрелять? Подожди, а ты только вблизи можешь, да? То есть разведчик, в принципе, убивает крысу. В этом нет серьезной проблемы. Я думаю, надо стрелять вот так. Раз. 76 промах. По нему же стреляем два. Хорошо. Здесь, скорее всего, подходим к полуукрытиям. И кидаем гренку в зомбарей. Так, стоп, подожди. Ты уверен, что... Ты уверен, что убьешь 4 хита у крысы? Более чем. Но у тебя остается 2 человека. Может, все-таки сначала убьем крысу? С какой позиции мы будем убивать? Этот после граната вообще до нас дойти не может. Так что давай отсюда будем добивать им. 6 хитов давай. Здесь закидываем вот так. Осколочную для того, чтобы покоцать и снизить мобильность. 3-3. Ну не так, чтобы сильно снизили. Но не должны дойти. Этот улетает. Там еще мирный остаток. Бои готов. Хорошо. Этот что? Раненый не флангует. Стреляет. 19% мажет. Еще минус гражданский. Там задержаны летуны. Этот идиот. Стоять. Не, успевает. Не рассчитал. Минус. Я не знаю, как у них снижается мобильность. Но очевидно, не так, как я рассчитываю. Аптечки, кажется, у меня нет. И мы гарантированно теряем разведчик. Грубая ошибка. У меня была возможность выйти за полукавер. Но я боялся, что меня вот этот литон будет простреливать. Это колоссальная ошибка у меня. Это колоссальная ошибка. Мы не успеем просто его спасти. Не успеем. Из него же зомбарь появится после смерти. А если я своего добью, зомбарь появится? Или нет? Вот вопрос экспертам. Тестирую. Тестирую. В любом случае, кидать гренку своего. Да, потому что нам его не спасти. Паника пошла. Там все еще жив этот зомби. Давайте посмотрим, сколько у него осталось. Да, потому что я думал, что... Разведчика я потерял. 40 процентов! Ё-моё! Какая вероятность дикая. Новый литун. 71 стреляем. 71. Нет, мимо! Вот это плохо! Блин, он может выйти ко мне. 49. Надо! Хорошо, уже есть ранение. Плохо. Подводим пулечем. 52. Вообще, сопрессный был, наверное, делать. Здесь я уже не хочу особо находиться. Наверное, ханкер все-таки... Ой, какой! Паникер, еще один инженер. Да там литанов еще море. 5 человек. Не нужна боеготовность. Надо было прицеливаться. Потому что попасть... Шанс попасть. Крайне низкий инженерам на овервотч. Еще гражданскими. Так хорошо. Это вот мне нравится, когда они так подтупливают. Это под гранату явно. Хотя я не уверен, что у меня есть... У меня нет больше осколочных. У меня больше нет осколочных. Я могу флангануть. Скорее всего, надо вот так идти. Потому что я понимаю, что там еще дальше люди есть. Но... Поехали. Фланговать надо. 76 раз. Ну, ё-моё! Здесь явно нужно закидывать грянку. И, скорее всего, в ближнего. Снайперы видят только одного. 41. Это явно невероятно. Поэтому мы просто прицеливаемся. Дальнего мы типа сапрессим. Или его тоже покоцать гранатой. Да, дальнего мы не... Вот отсюда я не вижу дальнего. А отсюда видел. Блин. Поторопился. И надо ранить. Надо в любом случае ранить. 36. Ну а что еще делать? Покаемся попасть. До дальнего мы не докидываем, да, Гринг? Без вариантов. То есть мы в любом случае пытаемся шатнуть этого. Сапрессим его же. Да, отлично подсапрессил. Грубые ошибки сейчас у меня. Я думаю, можно начинать новый трай. С новым челленджем с околом. Ну, потому что слишком все плохо. По мелочи. Да, давайте. Ну, я предполагал, что эта миссия у меня так закончится после вчерашнего. Специально перенес на сегодня. Выходим в главное меню. Долгая война. Невозможная. Вторая. Новая. Скрытые. Углы. Красный. Командирский. Колочная информация. Да, вот так вот. Ну, сложный террор, на самом деле. То есть я на террор взял три скана, взял танчик, взял всех опытных бойцов нормальных. Но в результате второй ход и агрятся все. Все агрятся сразу же. Что с этим сделать? Я дошел до ближайших каверов там еле-еле. Так, Мексика. Такой же бонус. Поехали. Ой, у нас поезд на старте. Нет, я наошибался, конечно. Сейчас... У меня в прошлый раз были и не так много народу точного, на самом деле. Всего одна пятнашка была. Всего одна пятнашка. По мобильности. А вот и они. Нормальный такой пол сразу же. Прикольным. Думаю, парочку нужно сразу заводить. Направо. А больше не заведешь, потому что не хватит. Блин, там полуукрытие у человека. Надо его отсюда куда-то увезти. Даже вот так лучше будет. Так, надо Соколу не забыть сделать. Соколу не снайпера. И без ошейника. Это полуукрытие, кстати. Бои готов. Так. 22. Так, чудо не произошло. Так что нормально все. 34. Я, пожалуй, сразу гренку, чисто чтобы снять овер, и можно было свободнее действовать. Потому что здесь как бы все завязаны. А, я же не сниму овер, да, получается, таким образом. Ну, тогда пытаемся перейти. Я почему-то... Да. Сокращаем. Чуть-чуть сокращаем. У меня сейчас без стрельбы, наверное, будут действовать. Здесь лучше ханкер. Здесь тоже ханкер. Ханкер. Надеюсь, они не будут выходить. Голум поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Чемандер. Лагер по всем фронтам. Ге-ге. Твич. Ютуб. Угу. Сейчас, конечко. Ё-моё. Там 16 тысяч зрителей на канале на каком-то. 18 уже. Что там, интересно, транслируется? Понятно. Это сейчас нормализуется. Так, у нас сапресс и овервотч еще есть у одного. Это плохо, кстати, что овер есть. Потому что я не знаю, как его снимать. Я банально не знаю, как его снимать, этот овервотч. Ну, как на Аркаде, видимо. Пошла Аркадом. У меня реально сейчас инструментов для снятия овера нет. 56 как-то маловато будет. Флангуем, скорее всего, убиваем. И этот должен паниковать чисто теоретическим. Я боюсь, что он... Может, мне вот этого флангануть попутно. Поэтому ставлю много-много оверов для того, чтобы в случае, если он метнется не туда, я смог пострелять по нему. Террор прошли, конечно, прошли лод снайперы, видишь? Первая миссия опять у нас. Нормально, повезло. Просто повезло. Помним, что... Впереди еще два пака. Ну, я их, скорее всего, все равно агрю. И в этой ситуации, конечно, я, получается, что был неправ. Я пошел. Пим, пим. Пим, 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 пим. Укрытие стрёмное очень. Отступаем. Меня смущают полукаверы. Вот что меня смущает. Это действительно проблема. Вроде и того подрашить надо. И этого подрашить. Смотрим. Подбегают гады. Слияние пошло. Интересно, а подкащику на ДСК в прошлый раз челлендж? Я в порядке. Неплохо. У нас есть ранение уже 50%. Тупоумия не проходит, слава богу. Сейчас мы там двух, по крайней мере, флангуем, насколько я вижу. То есть мы и сапресс можем снять, чисто теорией. Если попадем, конечно, здесь. Попали. И этот флангуется тоже. Я бы хотел подлечиться, на самом деле. Ну, подлечиться я могу этим. Ох, как нехорошо-то выходит. Нехорошо. И того не добили, и этого не добили. Ладно, здесь овер. Здесь подходим. Тут лечимся. Да. 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 А в какую роль давать вообще Соколику? Чтоб он без ошейника жил. Кто у нас там выживает? Лучше всего. Экзальт отметается. Штурм. Штурм-террор тоже отметается. Самый сейфовый, конечно, это снайп. Можно из него сделать разведчика. Но разведчика не инвизного, а разведчика-марксмана. Который будет просто в полусейве стоять. Блин, ну у него не будет ХП вообще. Может из него сделать плотного инженера или плотного пехотинца. То есть просто, чтобы у человека было большое количество ХП. Но сколько бы у него ХП не было, если он будет лезть вперед, особенно в лейте. Он будет так получать. Снайпер же. Челлендж прочитайте, пожалуйста. Там сегодня написано. Не снайпер. Не снайпер. Я же говорю, не снайпер. Ну нет, снайпер же. Господи. Перезарядки. Психа и психа. В любом случае нужно какую-то роль дать. Медикам. Блин, это очень плохо. Но эта подруга сейчас будет фланговаться в следующий ход. Из-за того, что она паникует, мы с ней ничего сделать не можем. Рокет. Рокет тоже рисковый парень. Ну, е-мое, ну хватит попадать-то. Она паникует. Она паникует. Есть еще люди впереди, понимаете? Вот в чем проблема. Можем этого флангануть. Но это опять подставимся. Нет, здесь надо подходить так. Бахать ближнего получается раз. Скорее всего. Здесь этого будет подлечить. А им возможно просто... Ну, либо отступить, на самом деле. Либо сразу закинуть гренку, чтобы банально ранить человека. Меня больше интересуют вот эти вот барсуки. Потому что в них желательно бы закидывать... Закинуть гренки. Но если я этого не убью, то... Короче, начинаем с... Убьем, не убьем? Понятно. Понятненько. У меня резко сокращаются варианты. Блин, если отступлю... Если кину гренку, то я его не подлечу. Тут в любом случае надо походить сюда на будущее лечение. Но тут фланг просто будет вырисовываться. Мне нужно этого ранить. Если я его раню, я... Ну ладно. Поехали. Пофиг. Если подойти поближе, что в следующий год у меня была возможность подлечить. Ну, постреляем как бы 34%. Мало ли. Миллер получает повышение попал. Сейчас будет фланг паникующего, скорее всего. Этому нужно буквально на одну клетку сместиться, чтобы флангануть. Это реакт, естественно. А, начать задание за мной можем, можем, можем. Чтоб галки не проставлять. Штурм один, ответьте центру. Взоруйся в геогон по готовности. Будьте осторожны. Видео с метро вчерашней. Я не знаю. Она обычно появляется спустя часов шесть. То есть уже должна была появиться. Но, видимо... Короче, нужно у аспиранта узнать этот момент. Трагедия. Видео с метро. Последняя часть на ютубе нет. Не посмотрел, пиши, что было. Видимо, мне нужно за это самое. Заливать самостоятельно локальное. Как раньше это было. А на ютубчик. Непонятно, почему аспирант молчит, блин. Иду на позицию. Двигаюсь на позицию. Не знает, какая часть XCOM сейчас идет. За метро не следит. Что я сделал сейчас вообще непонятно. Я же сагрил пока. Что я сделал? Ну ладно, попали и попали. Ладно, поехали. Пробуем пострелять. 42. Хорошо. Надо сокращать. Наверное. 20 плохо. Это потому, что угла там нормального нет. Поэтому и 20. Что же делать-то? Надо, ты сюда. Не добегаем до нормального укрытия справа. Это плохо. Прицеливаемся. Ладно, тут подойду и, наверное, ханкерну лучше. Нет, не ханкерну просто. Прицелюсь. Просто я в следующий ход нормально его смогу флангануть. Возможности надо... В процессе. В процессе. В процессе реализации. А моим ожиданиям должны были уже сделать. Но, к сожалению, мои ожидания не всегда соотносятся с реальностью. Ладно, рискуем. Пофиг. Так, 40%. Ой, господи. Никак стартануть не могу. Хоть бы ранили, блин, я не знаю. Сразу. Штур один, ответьте центру. В зоне высадки огонь по готовности. Будьте осторожны. А, сразу. Ничего себе. Один, правда, сразу же флангуется. То есть прям... Прям классным. Там что-то и двое флангуются сразу. То есть ты стреляешь по этому, и пытаешься попасть. Молодцы. Дрим, блин, сим. Ну, ребята, они меня 40% вшотают сразу же. Вы два по 65 попасть не можете. С третьего, с третьей попытки только удалось. Я уже там. Двигаюсь на позицию. Двигаюсь на позицию. Запрос поддержки с кухней. Да, у меня есть кофе. Все в порядке. Это фланг. Ну-ка. Хоть за это спасибо, блин, что не попал второй раз с вероятностью 20%. Так, лечимся. Не дергайся. Все нормально. 23, 49. Ну, 49, потому что угол хороший. 45, потому что близко находимся. Ну, попробуем. Ну, попробуем. Перестрелять. Чуть не допекаю. Однокленткой клеткой был бы уже фланг. Ладно, стреляем пока мы можем. Или подранить лучше одной гренкой. Мне кажется, это гораздо более надежный способ избежать получаемого урона. Поехали. Убивать не хочется гранатой, потому что... Мы потеряем и можем не... Да, хорошо. Это должен паниковать, убегать. У меня пара оверов есть. Блин, тяжело, конечно, начинать, когда ты сразу фейлишь миссию. Хотя ожидаемо фейлишь. И когда первая проходится не с первого раза, далеко не с первого раза, тебе казалось бы... Соберюсь и не спеши. Угу. А что, я грубо ошибался, что ли, по-твоему? В каком месте? Может, все-таки тема в том, что они попадают 20? Такие комментарии у меня только это самое. Только агрид. Как будто я тут... Серега ошибок, блин. Допустил в этой миссии... Блин, мэлт справа. Его надо было заметить раньше. Не успею все равно добежать, скорее всего, до него. Ладно, рискуем, что первая миссия. Следующий ход уже можно. Так, собрались. Собрались, собрались, собрались. Вас понял. Уже иду. Может, банить пора? Да, согласен. Давайте Груту до конца трансляции забаним. Он прав. Так, мэлт собираем нормально. Ох, какие спинки у всех троедов белые. Я, кажется, не успею. Только одним нормально могу пострелять. Поехали. Минус один. Ну, там Грут еще. Уже иду. Спасибо, Факул. Не достаю я. А, нет, вижу одного. Отлично. Давай еще попади, порадуй, Михаил. Ой, хорош. Это уже... Пошла жара. Тут даже 56, потому что угол хороший. Ой, молодцы! Порадовали старика, порадовали. Выполняю. К сожалению, с патронами тут проблемы. Ивепивирус поддержал ваш канал на 250 рублей и сообщает. Огромное человеческое спасибо за все. Если будет распределение имен, думаю, имя моей жены Анюты подойдет. Она же была уже, да? Больше позитива и фывы. Верю, что вы сделаете еще один день победы в мае. День победы, да, кстати. Да, друзья, сори, что я такой. Надо, наверное, действительно пару минут перерыва сделать. Давайте пройдем первую миссию. И на распределение. Как раз Соколу нужно будет выбрать ему роль из первой волны. Вот. Сделаем перерывчик на чаек. Я думаю, что нужно вправо сдвинуться большим числом людей. Хотя нет, я оставлю трех слева, трех справа. Ну, для баланса, потому что они могут реально вот с этого поезда хорошо фланговать. Этих всех переводим на правом. Эти товарищи пока кукуют слева. Привет, Сентрон. Там еще Мелт соблазняет. О, вот наша элита. Элита. Раз Сокола нельзя делать снайпером, то я буду. Конечно, ты будешь. Моя феноменальная точность не подведет. Минус. Он темплар. Ой, хорошо. Привет, когда уже на стримах будет зрители 5к, зрители как раньше? Лонки-понки. Ну, сейчас только что рубанули спорт на 18к. Если серьезно, то ты пропустил, видимо, MTV, кап. И ты еще синевик, блин, не поддерживаешь, не подписываешься. Как нам стрим-сервис развивать, если ты просто сидишь на попе ровно и никаким образом сайт не поддерживаешь? Они пошли в обход! Давай, на ГГ плюс подписывайся. Когда у нас может продолжиться с тобой диалог в конструктивном ключе. Хороший фланг. Ребята из... Продолжают работать неплохо. Я рекламу по два раза смотрю. Не реклама, это копье. Человек, который задает подобного рода вопросы, ты должен быть как минимум фиолетовым. Как минимум. Но время у тебя есть. Я думаю, что минут 5. Минут 5 есть. Вполне. Без шуток. Я вполне серьезно говорю. Поняла вас. Хорошо вот скотина стоит сзади, и мне его не обойти с фанга. Пара оверов. Дуалин подписался на 3. Отлично. Спасибо Дуалин за подписку. Большое спасибо. Есть. Здесь хорошо выдержали эти два рандомных выстрела. Дальше сейчас должно быть попроще, потому что мы сразу можем флангануть. Это раз. Это два. Это ориентировочно. Так, три. Я не знаю, как там по раскидкам. Как будем точно действовать. То есть гранат не гранаты, там можно еще светошумчик бахнуть. Нужно обычные гранаты позакидывать. Но самый, конечно, очевидный, это вот раз выстрел. Потому что ближе всего вероятность больше всего. Хороший с одной стороны угол, и у него больше вариантов нет. У второго есть опция кинуть гренку. Ну, вопрос по кому и какую. С одной стороны есть светошум. С другой стороны есть хаешечка. Больше опасности представляет вот этот. Вот я его, пожалуй, подраню. Хотя надо было оставить. Потому что там есть, кажется, пара выстрелов у меня еще на старте. То есть мы, в теории, могли его еще жахнуть. И этим, например, вероятность невысокая. Но это не значит, что не надо было пытаться. Вот. А сейчас бы, если бы тот добил, хотя он не добил бы, у него два хита всего. Этот сокращаю, сейчас где-то 50%. 59. Ну, он вряд ли бы с одного выстрела убил. Проверяем, у кого нет экспы. Экспа есть у всех. Мастер подчеркивания Пека активировал премию. Спасибо большое, мастер Пека. Реально, нам, конечно, очень помогают подписки. Потому что это такой... Сейчас сделаем небольшую паузу, друзья. Встрясочка небольшая. Потому что я чувствую, что на мне все еще бесит вот этот вот груз. Груз прошлого террора. Добро пожаловать. Сейчас посмотрим, как этот... Мы приступим к работе, как только... Как у нас пар? Пар отлично. Вообще шикарный пар. Ох. Пар хорош. Пар очень хорош. Надо рашить гидроэлектром на вторую. Это нам будет стоить денег. И электро первую ставить все-таки здесь. Пусть и с задержкой, но тем не менее. Да, давайте паузу, друзья. Чаек. Две минутки буквально. Чаек. Что-нибудь сладкое. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Командиру Экском просьба прибыть в научную лабораторию. Командиру в лабораторию. Продолжение следует... Командиру Экском просьба прибыть в научную лабораторию. Командиру в лабораторию. Командиру в лабораторию. Ничка, ну пришел такой... Часть 2. Все, готов. Собрались. Спутниковый модуль бахаем. Тут же заказываем пару... Хотя спутниковый модуль как раз может подождать. пару дней четыре дня я пока закажу бмпшку извините затариваем обрезаем датчики движения парочку ладно так новый проект вооружение пришельцев ангаре все нормально казарма вот это важный момент 68 68 68 71 68 71 71 68 78 70 70 72 нормально но только к сожалению базовый мнение и вилл поддержал ваш канал на 250 рублей сообщает добрый день добрый вечер а кто здесь в гранатами крайне нет ни кого так я первым будет прибыть в центр управления командиру центр управления мест нет раз пятнашка все одна пятнашка опять они две пятнашки раз два 415 415 нормально 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 так ну там пять минут прошло товарищ товарищ какой как никнейм его был подписался не подписался это важный момент а соколика нужно понять кого сделать кто-то из этих людей должен стать соколом соколом не снайпером сокол медик блин он же заруинит да он кем угодно может заруинить медик конечно самые сейфовые а немец вот он 413 да вот он но кто он сейчас отрицательная защита лучше не брать лучше взять его японцем сделать пятерка разведчик молниеносный там да ну аркада какая-то чем без ошейника он будет дохнуть а либо разведчик который чисто на дпс который стреляет издалека есть ладно да соколик будет разведчиком решено блин без хп удачи соколик соколик так мы его и назовем командиру x-com просьба прибыть в центр управления командиру в центр управления час кончик блин никто не это самое я уже забыл какой-нибудь ой сокол что-то написал мне заигнорено в чате не вижу а лонки лонки понки вот точно лонки понки все мочим 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 я щас проверю были подписки у него вообще кинет 40 нифига себе какой-то древний чинич поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает второй день к чему и чем андир уже с бороды то надолго го от луч чем андир нет вообще нет подписка никаких как же ты меня расстроил лонки понки а как же ты меня расстроил какая причина наркотики нездоровый образ жизни мне это больше всего нравится то есть ну неадекватно все так и так и ческучка просто расстроил какое там ну что поехали да пробуем пробуем жалко что будет у нас задержано строительство электростанции но ее очевидно нужно вот так вот выстраивать особенно с дуба с подержал на 100 рублей и сообщает их это невероятно до добрый вечер до сюрприз так сюрприз большую дачу не торопись все комментирует называя всех по именам не сливается на маршрут хорошо и я как всегда готов пополнить у вас и умереть достойно не согласно режиссерскому плану до дубаса у нас конечно любит эти трансляции хорошо друзья у нас с вами колоссальный челлендж добавилась еще беззаботная прогулка челлендж от тоже мистер н1 теперь у нас есть сокол которому нельзя давать ошейник и он не снайпер при этом он первым разведчиком стал просьба прибыть это жуть конечно все исследование идет через четыре дня заказываем япония у нас первая под ударом надо заказывать уже спутниковый они приблизительно одинаково в одно время сделаются видите 21 22 дня уже то можно было в конце перечень запросов это понятно для чего возвращаются у нас товарищи выемка грунта а сейчас нужно делать энергостанцию первыми генератор поехали любой большой низко и он мимо сел 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 паржа Ваш канал на 100 рублей и сообщает Удачи, Чамандер Да встанут на колени оленя И да, товарищи Мест нет Мест нет, суперпупок, мест нет Блин, сейчас будет такая миссия Во-первых, мне повезло Потому что именно в мой регион Один из двенадцати Один к двенадцати вероятность Прилетела баржа Там крысы будут Да, там может быть все что угодно Короче, это мега сложная миссия На которую надо обязательно идти Потому что колоссальный риск Но если мы на старте вдруг Ох, высылаем рейнджер Блин, естественно берем Фатижных всех Хотя пятнадцать часов А сколько он будет сидеть, интересно Пятнадцать часов и будет Да ранение мне пятнадцать часов Эти фатижный час ждем А этот не успеет уже Мне придется лететь с одним С одним нубасом Господи Это такая жесткая сейчас миссия будет Там же четыре аутсайдера еще Юст подчеркивание Владимир поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает Чамангер, добрый вечер Добрый вечер Я так рад, что ты снова с нами Сколько же я ждал этого момента С самого нового года Даже сам пару раз выходил на защиту земли Я, Калпери, подписан 23 месяца 817 ТХ поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает Посмотрел сейчас кусочек записи К чема шестнадцатого года Галки Эльвэ не щадят людей И да, мест нет Не успеет он выйти Короче, надо еще Взять роли такие Чтобы были полезны Может быть даже двух снайпов качнуть Но у них точности не хватает Для двух снайпов Редкая растительность Блин, и сокол разведчик без прицела Капец, это будет что-то Может взять двух тяжей пуличей И двух снайпов Ну то есть я тут могу только на снайперах И на сапрессах вытаскивать Граната у меня все равно быстро закончится И ракеты в том числе То есть это только с тяжелыми пулеметами Со снайперками хорошо проходится Ну так, более-менее хорошо То есть в любом случае Вот этот товарищ Как у кого там 66 меткость Делаем мы из него снайпером 71, хорошо, уже хорошо Скорее всего делаем еще одного снайпа 1363, этот пулич у нас идет Причем Тяжелый пулич Это жесть Да и мы нужны по-хорошему Если мы от темпа играем От медленного Второй снайп И медленно пытаться Это все выкатить Из этого делать Второго пулеметчика Ну и брать, видимо Какого-то типа Самого меткого лейминга Неизвестный поддержал ваш канал На 100 рублей и сообщает Все проголосовали за Мишу Сегодня последний день За Мишу А, типа Выбор там Порошенко что ли Михаила взят Прицелы тоже берутся Исходя из Динамики Так скажем Как же мне не нравится Ну да, тяжело будет Два тяжелых пулеметчика Два снайпа Датчик, наверное Стоит все-таки взять Хотя нам пофиг на датчик Нет, не пофиг Нам как раз Не пофиг на датчик Может придется Рисковать на старте Больше дымов Что, один легкий пулемет Да нет, смысла нет особо Мы там стационарку займем И все И будем улыбаться То есть это не тот тип миссии Который Где нужно ходить Легкие пулеметы Берутся на миссии Типа маленькая карта Высокая агрессия Чтоб ты мог даже В рамках первого хода Сделать половину хода И не потерять Там где есть Так значение по времени Что тебе нужно Куда-то передвигаться Например Что тоже Зачем легкий пулемет Брать на карте Редкая средняя растительность Огромная карта Очень долгая Разведчику возьму Вместо дыма Датчик движения Но это будет Очень жесткая миссия Три дыма И просто стрелять Удачи, Миш Удачи Это барджа 20 человек 20 человек И 4 аутсайдера Очень жесткая миссия Ой, сразу вход Ох Штаб Я Рейнгер Мы на позиции И некуда качить Ёпрыс Это серьезно Штурм 1 Разрешаю высадку Подходите к объекту Осторожно И здесь некуда идти Слева Может есть место Короче, надо в этот угол Видимо смещаться Помните, я тут воевал От этой тарелочки Разок Блин Аутсайдер могут быть Прямо здесь Вот в чем проблема Тут нет нормальных каверов Тут полукаверы Но есть куда вывести Снайперов Типа Дальчик движения Врубаем Никого впереди Не видим Уходим влево Слева пока никого Тут еще отсюда Будут выходить Слева пак сразу же Блин И позицию я Соответственно Не занимаю Враги находятся Уже вот здесь То есть я конечно Могу Рискнуть Себе поддержал Ваш канал На 500 рублей Сообщает Боль Страдания Удачи Спасибо большое Блин Короче Позиция Охренеть Какая плохая Просто охренеть Какая плохая Позиция Там сразу Четыре человека Я думаю Что все таки Надо вот за это Бревно уходить А Это бревно Не является Укрытием Ну Как бы Поиграно Сразу Рез Такой Что до свидания Мне Я вынужден Буду сидеть Вот за этим бревном Как дурак И пытаться Убивать первый пак При том что Снайпы у меня Будут не на позиции Да ну нафиг Ну вы серьезно Игра Игра Черт Я даже не могу Снайпов в угол увести То есть могу Но это такой Колоссальный риск Но видимо Мне так и надо Действовать То есть Оставлять здесь людей А снайпами По краешку Выходить Так будет у нас И фланг И будет прострел Хоть какой-то Так точно За дело Выхожу Бегом Координаты получены Летоны Да тут же Т2 Крысы Ооо Фингманы Естественно Статичный пак Хорошо Пытаемся Завести Снайпер Блин Сразу Или не Сразу Двигаюсь Разочек Назад Выхожу Я имею Внимание Подходите Яды Буду на четыре Кто там Сектоиды Или летуны Блин Первый звук Был летуны Второй сектоиды Может быть Смешанный пак Ага Еще за Мэлдом Беги Давай Я пошла У меня пока нет Позиции Если я снайпов В угол заведу И убью Этот первый пак То в принципе Можно будет Уже чуть-чуть Подсократить Туда Блин Не торопись Ой Сектоиды Сектоиды Прям в угол Все Дальше Мы должны Передислоцироваться Я не знаю То ли вот сюда То ли Все-таки Левее взять Давай проверим Сначала Вот так Левым Хорошо После этого Двигаемся Сюда По-хорошему Конечно Надо ближе Подойти Такой риск Колоссальный Они до снайпов Доходят В один ход Понимаете Сектоиды Вроде Слышали Да я су Конечно Конкретно Потому что Ну У меня Пять человек С базовым Званием С базовым Званием А они Ни хрена Не умеют Крайне сложная миссия Если это Большая НЛО Первая миссия После Первой После Стартовой Ну что Надо подходить Я в пути И уходить Надо вправо Естественно Разведчик Поехали Не видно Но они здесь Вот они здесь Стоят Черт Я Вот Реально Все Простите Все ногти Сейчас Грызу Пулем Да Четыре Сектоиды Так Один Кажется Флангуется Перед тем Как уйти Бахаем Сразу же Денадцать Пять Один Хорошо Снял его Шестьдесят Три Шестьдесят Шестьдесят Три Вот и думай Вообще Надо Конечно В такие моменты Ты считаешь Что Не надо Было Этого Делать У них Сканирую У них там Каверов Нет Нормальных Они вот К этой стенке Должны Должны Сжаться Стоят На Обере А нет Один К стенке Уже Прижался Молниеносные Есть Ладно Надо Посмотреть Все Таким Двое У стенки Отлично 75 Ближнего Да Работаем Хорошо Пробуем 273 Улич Не видят Они Хорошо Нежесткий Пак Типа Лету На Старте Хорошо Сектоид Что Нереально Пытаются Свалить Да Сваливают Но Благодаря Общему Виду Мы Сначала По дальнему Давай 75 Нельзя Отпускать Хорошо Давай Нужно Попасть 73 Нужно Не Отпускай Хорошо Так Смотрите Какая Ситуация Надо Сейчас Возможно Передислоцироваться Куда Там По Крайней Мере Я Не знаю С какой Стороны Будут Идти Слева Или Справа Имеет ли Смысл Кого-то Или Всех Перевести Сюда Справа Плохо Что Снайпы По правой Стороне Работают Плохо Нужно Выманивать Людей Именно С этой Стороны Потому Что Тогда У них Укрытий Очень Мало И снайпы Реально Будут Работать Главное Не сагрить Аутсайдеров Понимаете Потому Что Со всей Карты Я не Справлюсь Ну Никак Здесь Явно Нужно Оставлять По крайней Мере Одного Чтобы Он Крыл Я Наверное Оставлю Леминга А пулеметчиками Буду Прикрывать Снайперов Или Распределить Пулеметчик Все Чтобы Они Цель Хотя По одной Держали Да Оставлю Здесь Одного Пуличем Лечу туда Готовность Номер Один Окапываюсь 20 человек 4 Сгои В этой Барже Это Баржа Правильно Так Выцеливаемся Выцеливаемся Сначала Выберем Да Здесь Изгои Могут Может быть Может быть Может быть Еще На крыше Людям Я Прохожу Разведчиком Сектоиды Убегали Направо Огромное И Нужно Нужно Их Держать Их Нужно Здесь Держать На крыше Обычно Летающие Типодроны Дисков Были Любой Летающий Может быть Потому что Они Чаще Им пофиг Да Они Прям По курсу И вот Я Опасаюсь Что Что Мне Разведчик Просто Не Отступит Может Бы Даже Всех Остальных Сейчас Перевести Ближе Вот Сюда Подхожу Даже Да Три Сингмана И Сектоид Мы Видим Не Видим Никого И Разведчик Уже Не Очень Хороший Ситуаций То есть Он Не Добегает Есть Опция Подвести Разведчика Ближе Под Фул Кавер И Начать Работать Снайпами Потому что В любом Случа Да Поехали Потому что Он Под Полу Укрытием Только Стоит А так Хотя Будет Под Фул Кавером И Снайпы Кого Заберут Но Сейчас Имеет Смысл Подойти Пацанами Потому что Они В любом Случа Не Стреляют Но Добегает Только Риск Уже Серьезный Риск Время Молит Там Два Полноценно Действующих Цемэн Это Уже Опасно Даже С учетом Фулкавера Выходит Спускается Тынь И 25 По Соколику Мажет Слава Богу Прошу Прошу Рандом Не надо Жестить Есть Боеготовность Не надо Не надо Не надо Есть Все Значит Боеготовность Снайпами Снимаем Тут Один Снайп Выцеливается Бах Есть У второго Снайпа 28 43 Это Явно Прицелиться Нужно Сопросить Не можем Но По крайней мере Мы можем Уйти Разведчикам Сюда Возможно Стоит Потрать Сейчас Дым Там Жоверов Больше Нет Нет Все Отступаем Блин Пули Чет Не добегает Опять И он Кривой Дым Кидает Нельзя Рисковать Сразу Кидаю Дым И так Будет Риск И так Будет Риск Понимаете И так Будет Он Стрелять 20% Невероятности Если Только Пулич Не попадет Ну Там Коверов Конечно Нет Крыс Еще Надо Будет Как-то Убивать Не Ковер Есть Бежит Овервотч Отлично Он Два Действия Потратил Есть И убивает Пулеметчик Его Остается Только Один Сектоид Сектоид Под Кислотой Отлично Снайп С выцеливанием 30 Нет Без Выцеливание Снайп 30 Надо В любом Случа 48 Пытаться Бах По нему Ай Молодцы Так Это 8 Врагов Это 8 Врагов Ну Получается Как бы Не обязательно Было Тратить Дым Ну Это Понятно Это Скорее всего Атсайдер Я не хочу Долезть Чередуем Перезаряд Место Неплохое Потому что Там Реально Укрытия Нет Никаких Рано Адапт Там Еще Аутсайдеры 4 Штуки Сначала Нужно Избавиться От Всех Кроме Аутсайдеров 20 Человек 5 Паков 4 Человека Еще Крыс Литоны Минимум И Сынманов Еще Пак Вы слышите И Чего Майкер Хныкл Нейзи Проходит И Такой Не Очень Вообще И Такой Не Очень Просто Френдец А потом Если Я совершу Ошибку Какую Нибудь Один Из Тех Кто Будет Писать Ну Это Было Очевидно Как Что Он Так Не Аккуратно Что Он Ошибся Хныкал Еще Блин У меня В Экскоме Не так Много Практики Там Всего 1300 Часов Но Такие Миссии Крайне Сложны У меня Их Было Не так Много С Такими Стартами Наверное Штук 5 Всего Я Не Хочу Трать Последний Датчик Движения Естественно Блин Здесь могут быть Аутсайдеры Они могут быть Где угодно Сначала Периферию В общем Чекаем Нет Там Летуны Они выходят Ко мне Четыре Летуна Твою Налево И Сыгманы Да Ну Что у вас Ну Я Сейчас Буду Попадать Не Видно Никого Мне Нужно Валить Скажем Сюда Идем Пока Рано Блин Летуны Могут Сейчас Крыша Сигнуть Сигануть Разведчик Назад Давай По полу Хода Может Подсветим Кого Никого Не подсветили Сейчас Начнется Блин 8 человек Вылетает 20-30% Есть Ой Надо Дым кидать Они Здесь Они Уже Здесь Блин Я их Не вижу Может Реально Всеми еще Отступить Не успеешь Всеми Отступить Да Нужен Дым Безусловно И то Полу Коверы Блин Как я их Ненавижу Да Улетает Вот Хорошие шансы 50-50 Давай Ну Нет Есть Попали 5 Есть Хотя бы Разведчик Попал Он Типа Не Летел Просто Штраф За Овер Был Боеготовность Еще Один Нет Стреляет 40% Нима Держимся Держимся И эти Уже Подошли Сыгнан Здесь Да Яд Сейчас Может быть Ой Как же Плохо Возможно Сапресс 77 78 70 Кто У нас Там Меня Беспокоит На самом деле Яд Больше Больше Даже Поэтому Фингмана Надо пытаться Бахать Раз Центрального Плохо И все равно Фингмана Надо пытаться Бахать 77 Есть Минус Фрэнчман Переподписан 17 Месяц Так Спасибо большое За переподписку Фрэнчман Ну здесь Выхода Особо нет Стреляем 50 Попали Хорошо Ты видишь Троих Да 40 40 40 40 40 Ну Надо Паттем Ну опять же Бахать Потому что Он Самый здоровый Попади Убей Есть Попал Но не убил Ну хорошо Три ранения Сколько там их 6 человек Сектоит Еще один 6 человек Я вижу Троих Я вижу Троих Сапресс Политону Раз И овервочек Боеготовность Боеготовности Что это Что это Бежит Яд Два Подкислотой Уже Уже Плохо Снайпы С вероятностью Уже Не положительные Потому что Выцеливание Нет Пытаемся Снова Тиммана Бахнуть Мажем Просто Мажем Нет Шансов Крайне Малом Соколик Должен Ханкерить А здесь Даже несмотря На яд Надо кидать Дым Увы Увы Один процент Из-за Сопресса Снайпы Снайпы Мажем 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 Есть Минус Перезарядка Подавление Последнее Подавление Кстати Ханкер Ханкер Тоже Ханкер Я на месте Нас обстреливают Где-то Еще Ханкер Бегут 57 Есть 43 Нет Прицелится Стреляем Что делать Сопросить Невзирая На кислоту Что ли Надо стрелять Нет Надо Перезаряжаться Кислота Все еще Работает А мне Нужно Сопросить Невзирая На кислоту Увы Ну что Дым Прошел Справа Еще Сейчас Будет Обходить Мне Сейчас Фланг Будет Выходить Было Было 40% Понимаете Я мог Человека Здесь Потерять Есть Еще Один Летун И Один Тингмен И они Кажется Будут Выходить Сейчас Сзади После Прицеливания 63 Я Слышал Звук Здесь Понимаете Вот В чем Проблема Они Будут Выходить Ко мне Во фланг А Кислота Сопрос Не Продамажил А Там Только Контузия Осталась У него Его Отпустило Этого Не Отпустило Того Отпустило Короче Смотрите Друзья Мне Нужно Как-то Сюда Раш Не 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 Знаю Насколько Интенсивно Пока На Пол Ходиком И Не Хочется С одной Страны Подставлять Но Они Явно Идут Сюда пульчи надо сразу ставить что не тяжелый пулемет и даже наверно так нужно делать тут ханкер тут перезарядка начинать пока перезарядка вон они сверху болеем плохо не разведчиком оставшись надо валетится еще один вылетает не да не с этой стороны идут соколик ханкер 10 процентов живет еще там кто-то оба там оба там 11 сын летун только где-то обходит сектоид на овере 4530 сорок 328 ну овер надо снимать и реактивирует премию до 6 месяцев михалыч спасибо за прям очаг короче я в любом случае или не в любом случае мне надо выцеливаться с на и фоне надо уходить за кавер пулеметчиком до всеми нужно отсюда уходить просто есть даже перезарядка здесь сначала стригерим овер не стригерился блин ход будет продержаться он не будет стрелять сейчас именно что не спеет я боюсь что просто сейчас летун справа выходит и все я о хорошо слушайте поверки прицеливаемся прицеливаемся овер 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 так ладно держимся пока вообще не торопимся перезарядка прицеливаем прицеливаем агер очень у них вроде паники не было до летун справа или по крыше или справа только на вере ждать тем более мы знаем что справа аутсайдеры вполне вероятно или как или пятый пак да выходит сектоид бежит два овер вочи жалко что на сектоида потратили два овера хорошо сингман ходил до этого боимся ждем аутсайдеров вообще через всю карту надо кайтить будет а там же еще по крыс пятая пачка это крыса лиды сингман справа или на крыше или внутри летун прям по курсу летун все-таки вернулся не торопимся да вот в ой летун все триггерит овер вочи и мы мажем мы мажем друзьям все мажем нет есть еще шанс 33 процента нет он не раненый и он сейчас может стрелять ой нет нормально сингман здесь хорошо живем все оба под сапрессом оба под сапрессом нормально плюс два выцеливания стреляем снайпами пока 65 по ближнему как по самому опасному попали хорошо сейчас будем именно ранить пытаться 2 для того чтобы снизить еще шансы 63 плохо здесь обычные выстрелы по второму есть есть второе ранение уже хорошо у марксмана есть еще возможность струльнуть 44 не буду прицеливаться отлично и сапрессим сначала не сапрессим сначала пробуем убить 42 этим пулеметчиком не получилось сапрессим так это 4 пака еще крыса лиды и аутсайдер блин не сглазит бы а аутсайдера самый жесткий будет по 10 хп омега точные один процент он не попадает слава богу я числом буду не буду прицеливаться кто-нибудь да попадет 40 40 50 хорошо попали перезарядки 16 пришельцев убита уже вот у меня два пуль как раз специально взяли двух снайпов двух пулеметчиков именно тяжелых пулеметчиков чтобы патрона было больше на сапресс чтобы урон был нормальный осталось найти крыс как-то от них надо еще будет убежать гамовер здравствуй так надо сейчас или крысы справок я не знаю внутрь не хочет тарелки заходить вообще не хочется поэтому я наверно пройду разведчиком аутсайдер не могут быть за пределами тарелки то есть могут быть но крайне редко мне кажется они здесь прямо хотя звук крыс есть как вы слышите у соколика мобильность колоссальные там пятнашка это шумов нет нет светошумов нет я только дымы я на темп взял гранаты то есть у меня все все работает на типа время 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 а стоп ну это там же так это аутсайдеры скорее всего блин как же стрёмно просто человек может не убежать от крыс банальным сканер из сокола его сейчас ну что тебе даст сканер информацию о том что за за стенкой 4 человека как-то определишь что это за 4 человек скажи пожалуйста да два ou четыре все паки 20 человек это еще остался один пак мы слышим что это крысы последние четыре человека блин а вдруг здесь крыса может проверить на крыше не не нет они тоже должны перемещаться я не хочу на пол хода подходить потому что я тогда открыть могу просто не уйти ближайший пак по-прежнему здесь и скорее всего я до крыс еще не дошел даже близко да просто скипаем ход я должен дождаться момента когда когда я услышу другой звук и это должен сделать себе посему разведчик блин а вот сайдер могут быть и здесь в этом командном центре на самом деле их вот оттуда самые удачные агрить что они будут долго-долго бежать и если что мы можем с найпами хорошо поработать сейчас посмотрим подойдем разведчикам но если звучат будут звучать будут в этом командам я все-таки начну пулить именно правых ну просто по логике потому что эти ну и те и эти начнут сразу ко мне бежать лучше избавиться те кто близко находится потому что запас по времени у меня какой-никакой будет то есть если сейчас мы подходя к командному пункту услышим что внутри кто-то есть то скорее всего это аутсайдеры залез на крышу где-то в центре руби скан и поймешь где так я знаю где они приблизительно находятся в этом нет проблемы мне важно знать кто конкретно там дверь открыта здесь это сигнал что здесь крыса ну потому что аутсайдеры не бегают либо это открыл прошлый пак до крысы здесь молодец миша молодец правильно сделал и зомбарь один хорошо или два зомбаря нет один зомбарь ничего побежали все аутсайдеры реально были у меня под боком ни в коем случае нельзя было соколик должен от них убежать выцеливаемся а потом надо будет всеми в противоположную точку карты передислоцироваться болень я надеюсь убежит вроде должен там же им полный ход нужен для этого чаще снайпы начнут работать жить гранат нет как бы тут только снайперы 85 болеем 85 это не 100 есть пробить и 1 в того же есть минус 1 сколько маневренность болен 13 и не должны здесь добегать естественно никак но они не могут на кусочек хода сделать правильно они вот половинку сходили и вторая половинка пошла сходили вторая пошла как их убивать вот у меня сейчас без выцеливания снайпы надо сейчас на и память надо прицелиться снова только так пули чужие могут стрелять 62 давай есть попадание важным 53 53 патроны есть можно стрелять мимо прицелиться лучше здесь надеюсь естественно на full отходить страшно так а просто крыса понимаете никак не могу справиться они уже добегаю до наших прямо сейчас надо убивать два сна и пас выцеливанием поличи на такой дистанции должны бахать ближе близко хорошо возможно подойти вплотную будет этим 85 ребят ну нужно прям нужно попадать есть есть важное попадание раз 83 по пятерке давай попади чтобы не без риска блин поличи как 68 стрелять надо сразу же плохо 76 есть но еще не всем так а может из пистолета вплотную то есть ты должен подойти вплотную выстрелить по нему из пистолета пробовать добить он там может быть броня есть 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 на тоненького на тоненького блин ох блин и какой-нибудь на упырь в чатике и опять стажит ну а чё майкер так просто что летуны еще я слышу летунов народу больше изи же да сейчас вопрос был одного двух выстрелов все и минус оперативник и вся миссия под серьезной угрозой ну потому что у сайдеров как 4 ты будешь убивать до летуны еще есть там зомбар еще идет как вы помните медленно но верно соколик стреляет неудивительно но сколько в эту миссию пока тащит 2 обера пулеметных чем не нужно аутсайдеров именно фланговать снайпами как-то слушайте я слышал еще этого я слышал еще крысу сколько штаммы или там миксовый пак либо там еще два пака жесть ну ладно от этого пока избавляемся перезаряжаемся готовимся 20 человек убиты у нас пока туда крыс еще есть еще по крыс е-мое крысы летуны все готово повеселимся продолжим можно начинать готовность полин подчеркивание темплар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает еще спадга известно что главным достоинством сокола являются быстрые ноги минус да я вот я сейчас сомневаюсь нет в командном центре я бы скорее всего аутсайдеров спалил аутсайдеры допустим они все еще здесь где остальные большой вопрос и в каком составе ну я думаю что там миксовый пак все таки там типа два летуна 2 2 крысы я надеюсь на это потому что если нет то мне сейчас снова придется с полным паком не дай бог крыс сражаться а дамага то не хватает то есть вплотную просто хватает дамага а 6 марта день рождения блин такой подарочек но это на самом деле очень хороший буст со старта будет если мы пройдем эту миссию но сейчас нужно думать о другом нужно думать о том как мы будем сейчас во первых где находятся остальные паки что это за паки и как мы с ними будем справляться почему не прибежали остальные потому что мы не спалили аут не сагрили аутсайдеров на старте карт и это большой плюс и это не маршрутка у меня был трак где садилась баржа третьего и семнадцатого ой ничего себе в хамблбе говорит привет я считаю что после секира твои бойцы вышли на новый уровень ну вообще нет есть да крысы сколько 4 блин гг и я кажется не убегаю от них просто соколиком какой ближе находится ко мне этот ближе находится да там ну и мне дамага просто не хватит их убить снайпер первый раз попадает прошу очень надо все это минус сокол в принципе может она тоже не пиана все это минус не не все это не не ранее же бегать но вот я на это и рассчитываем как мне остальных убивать и не знаю даже это добегает я не знаю куда бежать я не попадаю ни черта я сейчас сажу просто крыс и все это все это ре это скорее всего речь сейчас если чудо не произойдет я не уверен что надо выцеливаться снайпами ставим по-ближнему мимо мимо чудеса нужно мне через чудесный происходить это к тотальной невизуне ну я старался делать максимально что что мог максимально даже если сейчас мне все попадают мне дамага банально не хватает 65 поздновато к сожалению са не хватает уроном поздно ребят он тупит он тупит заканчиваются Блин, мне же зомбарь ушатывает. Ну что, он доходит. Я сейчас не критану. Может, не дойдет. Молимся. Да, отлично. Кто бы знал, что они так тупят здесь. Еще летуны там. Летуны, а потом еще аутсайдеры. Ну, на разведку надо посылать вот этого человека. Господи, вы посмотрите, какая здесь трагедия просто развернулась. 25 человек уже полегло. Да, кстати, минус 40 получается. А, те же, она уже, этот челлендж на следующий трайп пойдет. Да, еще пачка летунов. Не повезло с нами с количеством врагов. Надо держаться ближе теперь к этому стеночке. Координаты получены. А потому, что там укрытия хоть какие-то есть. Против. Летунов может помочь. Шансы еще есть, но они подсократились серьезным образом, потому что нас стало меньше. Во-первых, усложняется сама по себе разведка, из-за того, что упал мобильный товарищ. У этого 11 маневренность вместо 13 соколинах. Дымов нет? Кажется, мы здесь не одни. Надо луга, как с папой бедный трайп. Да вот, как бы мне эту миссию завершить-то? Я знаю. Успешно, понимаете? Я знаю. Торчатся. Давай, скип. Надо по две клетки просто идти. Там что-то есть. Уже иду. Подвез кубочкой 4. Вчера, Рустамчик. Координаты получены. Блин, как мне в пятером-то справиться? Что это было? И я слышу, опять же, только Пакс Праун. Координаты получены. Ясно. Не дай бог, там литоны вместе с аутсайдерами сидят. Вообще отвратительным будет. Да, вот они. Блин, прощай, ногти называется. Я на одной этой миссии все поживу просто. Как бежать? Бежать вот так. Блин, а может пока не поздно наверх? Нет, у нас снайпы будут. Сложно будет, короче. Будет очень сложно. Почему не пострелял сейчас? Ошибка, тороплюсь. Грубая ошибка. Два выстрела было сейчас. Там кто-то есть. Смотрим. Раз. Вот они. Играем цель. 65, 65, 65. Капец. Ближний самый опасный. Работаем. Давай. Мимо. Капка. 63, 63. 63. Есть. Первый ранен. Может реально поставить как-то за полное укрытие, потому что... Ну нет полных укрытий, уже опаздываешь в мешке. И дыма нет. Они меня просто расстреляют. Что это было? Вот он здесь уже. Может их увезти вообще от... От наших. Типа наверх туда. Сюда мне нравится тема. Потом могу не уйти. То есть если я сейчас поведу к своим... Ну я не затащу, скорее всего. Мне нужно еще время. Да, сюда надо идти. Нет! Нет! А как же звук отсюда? Они же не двигались. Они же не могли двигаться. Какого черта? Я же звук слышал в эту сторону. А, ну вот собственно часть из них была здесь, а часть там. Г-г-г-г-г-г-г. Черт, попали! Их еще пятеро. Не четверо, пятеро. Или шестеро даже. Шестеро, их не может быть пятеро. Отличительная особенность, я не знаю где я. Не всегда знаю где я. А, 35 человек. Ну шестерых аутсайдеров я, скорее всего, не взял бы без разведчика. Маршрутка же. Какая маршрутка? Что за ерунда? Начинается опять экспертным мнением. Короче, убираю. Пуличи за полное укрытие. Внутри ореха. Внутри ореха. Что там за звук? Сынгмэн еще? С чего это? Там еще один Сынгмэн. 35 человек. Мэй, билетишь? А зачем, если это начало месяца-то? Какой смысл улетать? Я тут до конца остаюсь. Я уже там. Погнали. Смена магазина. Блин, было бы 20 плюс 5, я бы разведчика... 20 плюс 4. Я бы разведчика, скорее всего, не потерял, потому что 20 мы убили сразу же. И с аутсайдером можно было справиться. Они уже здесь. Лечу туда. Ясно. Буду начеку. Что там за звук? Есть смысл доигрывать в миссию? Да, до конца, естественно. Если я каким-то чудом сейчас выиграю... Ну, каким-то чудом. Блин, он здесь уже... Идут к снайпам. Уже обходят. Надо пулечу выводить все равно право, потому что он вообще будет вне игры. Боец убит! Нет, нормально стоит, а этот нет. Забей. Сейчас, если они будут подходить по одному, если мне будет колоссально вести, то теоретически... Двадцать три процента какие-то непонятные. А надоле стеночки здесь. ВР-92 активировал премиум. Ну и сюда иду. Шансов немного. Мягко говоря. Спасибо за примачок, ВР-92. Но шансов немного. Со временем активировал премиум. Спасибо большое, современный. Подвесли, кажется. Надо подождать, мужчина. Подождали мы. Тяжелый, конечно, сегодня старт. С террора начали с такого уже суицидального. И новые... Новая миссия без разогрева такая жесткая прям. Причем не просто жесткая, она еще жестче, чем жесткая. Это тебе не 20 плюс 4, это тебе 30 плюс 5. Ой, плюс 6. Ну, 29 плюс 6. Табак можно рестарта на миссию, нет. Бак случился после... После руины, поэтому... Какой рестарт? Там один на Овере стоит. А, он как раз на Овере стоит. Давай, нам повезет чего-нибудь. Промахнулся. Объект уничтожен. Уже иду. Слышали? Она же здесь. Они уже здесь. Готов. Пока неплохо. Да, еще 4 изгоя надо убить. Этого летуна пну, что он фланганет. Да, он успевает фланганать меня. Не попали. Минус пулич. Телепорт. 27 попали. Остается 2 снайпера. Бедолаги. Без каверов. Им некуда отступать, а не в углу. О них не знают. Кто из них пойдет на разведку? Выходит изгонь и стреляет. Красивый. Блин. Такая жесткая, конечно, игра. Ужасно. Мы попытаемся улучшить снаряжение, чтобы это больше не повторилось. Снайпы нарезали. Смотрите, 10-10. Так она унижает просто. Не, ну, вроде как я сделал правильно, что туда полетел. Потому что это начало игры. Даже несмотря на те риски, которые есть, все равно можно пройти. И если ты проходишь, тебе колоссальный буст дают по ресурсам. Там толпа компьютера, все целое. Энергоблоки, огромное количество трупов, сплавов вагон. Эллерия вагон. И ты прям сразу хоп, и на полтысячи еще. Тебе бонус за регион дается плюс 200 баксов. И это круто. Ой, нет, плюс 500 баксов. Это круто. А вот еще 500 можно просто с первой же. Дамаги просто не хватает. Начало грижишь. Да тут не только в этом. Тут потеря разведчика и довольно большой. Ну, то есть я не знаю, как 6 аутсайдеров ушатывать. То есть только дистанция, только фолкаверы, только на снайпах с опрессом. И чтобы они шли друг за другом. Такое может быть. Шестерых имеется в виду. Четырех там более-менее нормально. То есть ты в любом случае двух... Одного там, скорее всего, сразу бахаешь двумя снайпами. Два пулеметчика у тебя есть на долгий с опресс. Вот. То есть, ну, можно управиться. Но 6 человек. Особенно 6 человек, если они агрятся таким вот образом. Это все. Ну и, блин, ну я постарался. Что-то еще не поставил. А, улучшен информацию. Поехали. Да, друзья, челлендж. Челлендж дикий. Мексике срочно нужна наша помощь. Далеко прошел Агадо второй миссии. По данным радиоперехвата в одном... Что-то вот... Вот что ты язвишь-то? 41 и 24. Он имел в виду, что далеко в рамках одной миссии дошел. Что убил там 20 человек. Что остались там уже фактически последние. Ну, что ты начинаешь-то? Не беси меня. Вот сейчас вот... Ага, до второй миссии. Вообще, молодец. Первый пройди для начала. Так, сразу начинаем. Я не уверен, что надо на крыше подниматься. Потому что на крыше могут быть люди. Но учитывая то, что это первый... Первый трай. Можно и рискнуть. Первыми семейцами. Направляюсь на точку. Я на максималках ванилу. Это первые миссии не прошел. Ванилу первые миссии сложнее, чем в лонгворе. Так что нормально. Там не переживают и четыре оперативника. И там реально сложно. Бегают рядышком. Ну, сейчас будем пытаться фланговать на людей. Что-то как-то вообще никак. Убежал этот упырь. Просто убежал. Надо посмотреть, где мэлт. Может, он на крыше вообще. Сейчас посмотрим. По крайней мере, двух увидим из-за слияния. Но я не хочу спускаться к открытой двери. Вопрос одной клетки. Видите, он стреляет. Так, где остальные? Ну, только этот здесь. Да? Остальных нет. Что-то меня могут флангануть. Ну, я бы сам попробовал для начала флангануть этого. 66, поехали. Ох, неофит. Спасибо тебе за этот... За этот челлендж. Окна выбивают. Надо наверх забираться. Сейчас к этому в спину просто могут выйти. Окна выбивают это слева. Ну, то есть, эта часть вся стеклянная. А окна выбивают вот здесь-то обычно. Застеклена, так скажем. Блин, была бы эта же баржа 20. 20 плюс 4. Я реально убил 20 человек без... Ну, то есть, без ранений. То есть, мы с вами разуплотнили 20-ку. Новый пак. Не потеряв пока никого. Спасибо большое. Именно на пятом паке мы потеряли... Хорошо. Потеряли разведчиком. Больше не рыпается. Эти не успели разбежаться. Координаты получены. Здесь можно будет за Мэлдом еще выйти. Допрыгался. Крыша помогает... Помогает стрелять поточнее. Да, командир. Встречать на оверах. Понятное дело, что здесь полуукрыть. Это тоже и риск обоюдный такой. Самое сложное было 4 изгоя. Как бы бить на втором миссии непонятно. 6, 6. 4-то ладно, повторюсь. 4-то ладно. Там было 6 изгоя. Вот это проблема. Кажется, он спрятался где-то здесь. Могу третий пак спулить, правда. Не увидел его. Или это по дороге, типа, заметил? Координаты получены. Принято. Ну, непонятно, с какой клетки я это сделаю. Так точно. Вас понял. Филдерру, привет. Я придумал самый неуполенчий нож по дикс-ком, не забанив никого в часики. Это нереально просто. Хороший челлендж. Я даже его принимать не буду. Серьезно? А что это за баги-то? Алло. Ну, какого хрена? Что за невидимые сектоиды? Почему я его здесь не вижу? За машиной-то. Трындец. Играем. Ну, это что такое? Нет вообще ни одного аргумента, что я его... Почему я его могу не видеть? Ни одного. Кроме того, что это багнутая тварь. Ага, вижу. Пол кавер, блин. Меня зацепило! Неплохо, неплохо. Сейчас еще третий пак спулем. Не. Он, видимо, внутри, потому что я всю карту... Ладно, ранения, живем пока. Гораздо хуже, когда... Убивают. Птичка есть вообще у кого-нибудь. Блин, ни у кого птички нет. Поехали! Поехали! Да, там бафер. Сейчас будет стрелять. Нет. Паника, что ли? Паника. Он убежал к паку, видимо, который под нами. Для этого наверх надо. Хотя, может, мы как раз... Вообще, погодите. Сначала сюда, потом ханкер. Очередуем перезарядки с овервочами. Он прямо здесь, подо мной. Спускаться опасно, потому что там еще один пак. Поэтому я использую тактику заманивания. Ах ты, тварь. Не поддался. Не поддался. На провокацию. Он прямо за этим... За фургончиком. Иду на позицию. Что? Я на позицию. А, это другой. Там же их двое. Ребята, вы лучшие. Сейчас нормальный, без каверового выстрелы. Молодцы. И последний щегол остался с одним киком. Новый пак. Пей козлов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Фланга не будет. Я спешу. Уже иду. Пэмперфект, привет. Четыре человека осталось. Один молд собрали, одно легкое ранение. Пока что. Пока норм. На оверах ловим. Следующий. Молодцы. Проверить, кому не дали опыт. Все опытные уже. Молодцы. А, вот так вот даже. Кого-то там. Понятно. Сделаем сразу так. Ну, чтобы... Чтобы ранить, уменьшить шансы на... Отличное ранение. И считаем. Стоится два сектоида. Можно светожомчик делать, конечно. Но я, пожалуй, попробую... Еще у него снять хит. А то и два. А может, не сниму ничего. Еще не придумал. Не решил. Ясно. 46 шансы хорошие. Не, слушай, давай подлечим, а? Чем рандомить этих... Да, взрывать совершенно необязательно. Я в курсе, но... Ну, он же сейчас стрелять будет по полу каверу. И он же... И второй тут. Ёшки-матрешки. Ладно, второго мы вроде как флангуем. Грянкой надо добить. Распустили совсем. Шанс, конечно, классный. Ладно, пробуем сначала... Добить стак. Если нет, то... Это будем кидать гранатом. Давайте, ребят. Вы же лучшие. Вы же лучшие. Элита. Кому ты оставляешь-то, ну? Последний. Не хочу рисковать. Может загрузиться, если один гранат и подсвечивается, то ноль дамага не может быть. Нет, нет, не надо. Ну, то есть, это не столь критично. Если бы это было там какой-нибудь... Реально важный момент, что мне стоило... Жизни, например, солдата. Я бы, конечно, машнил перегровку там в таком случае. Потому что, ну, если не вылетает брони, а брони у них нет на данном этапе, но показывает, что будет повреждение, то хотя бы единичка должна была влететь в него. Ну, это логично. Стало быть, это баг. Блин, пар. Пар один не там, где надо. Генератор ставлю здесь. Заказываем два спутника. Так и есть. Мои люди с трудом справляются с тем объемом исследований, который на нас обрушился. Может, стоит подумать и взять в мой отдел еще несколько человек. Каждый член совета хочет, чтобы его страну прикрывали спутники. Планировать покрытие дело сложное. Маленький, высоко. Нечем обрезы покупать. Они бесплатные и нужны на определенных миссиях. Как замена обычным пистолетом. Типа, чтобы... Серьезно? Вижу противника. Давайте. Блин, попал сразу. Сейчас же улетит еще. Нет! Да ладно. Нет, первый вроде долго летает. Улетает, капец. потерян так давайте посмотрим на солдат может сразу рейс сделаем 70 70 168 772 70 ножки как раз-два у хорошо две пятнашки дым кстати среди ничего выдающегося рядом делать и парни там еще были вообще ничего от меня не зависит в вообще ничего не парни зависит не то что твой перехватчик из четырех выстрелов попадет рука один раз второй по каким-то не по кому-то невероятному стечению обстоятельств принципе нло не догоняет хотя не пересекались там нам на повороте блин а и на ложка бахает нормально она четыре раза попала что 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 я ну я не счет я ну как как ну ну что я сделал не так вы что мне сделать чтобы перехватчик попадал 55 хотя бы два раза нужно два раза попасть ну как бы понятное дело что один там 50 на 50 но 2 то почему не перехватил почему 2 не перехватил как-то так почему-то скриптовая но если но который реально сбивается всегда с двух выстрелов и который типа долго летает что-то него там до трех перехватчик может направить который сбивается там в не знаю скольки процентах случаев конкретно но один не знаю там из 40 и он не собьет эту ложку и ты уже сидишь такой блин тебя тебе люди нужно в каждой миссии качать чтобы по школе офицеров не просаживаться почему легион не берешь у нас галки такие же как в прошлый раз не лучше не хуже именно такой челлендж моя любимая карта пройдет моя с кавычках любимая карта штурм один ответьте центру узнаете на зоне высадки огонь по готовности будьте осторожны спешу уже иду поехали у нас понял двигаюсь на позицию выдвигаюсь да командир здесь я вагреть надо это в поле товарищ почему желательно двумя пройти сюда слушай там хотя бы укрытие есть фуловым правда это такая карта что вот с этого угла ты можешь сразу весь центр спулить и будет так весело привет от роди уважение удачи вот как раз удачи то мне и нужно потому что ну когда ты еще первую тарелку не сбиваешь самую первую это прям класс блин еще надо вспомнить того товарищ который писал типа чё-то макер ноет изи же поехали на тарелочке помните вспомните забанить сразу так я ухожу в углу и на позицию полина как здесь быть там на шлем когда под сократят глядишь тут фланги подставят было сразу после завершения миссии так сделать фланг типа хорошим еще надо 1 отсюда уводить ну что он пользы особо не приносит хотя нет с гренками может принести когда потянут что это было справа близко топают спешу блин стоит ведь просто она давай работаем типа ничего фланг есть других не поехали я в пути привет джек селезда привет и сейчас этот флангующий говорит отступать но я опять за угол нырну опа неожиданного неожиданное попадание еще один овер но что-то не произошло покажите да не нельзя лезть короче ты уходишь сюда ты делаешь ханкер здесь пацаны а верят что сокращу сразу скорее всего через окна увижу что внутри а потенциально я еще могу два пака увидеть так сейчас наверное имеет смысл пострулять по нему хотя 36 тоже вероятность такая невероятным придется видимо код с телом ну потому что он по крайней мере да вы что он по крайней мере может пострелять по полу каверным мэй и они не особо беспокоились за это он неплохо не хочу эти подводить ну некуда их подводить щебечь что ходит а челлендж есть это приложение как и не видно да там два челленджа есть чатики отображаются а нормально он отступает ханкер уход перезаряд прям здесь людям может вообще попробовать подражать ну как два пака рашет до один там к сейчас внутри будем заходить просто скорее всего поделимся на две группы чтобы сильно не толпится точно эти трое будет отсюда заходить эти трое отсюда ну что я знаю что пак где-то здесь этот убежала к другим то есть третий пак там надо наверное пытаться сейчас проверяем хорошо я не уверен что я смогу низ пули пак слева конечно пробежать внутрь ну попробовать стоит эти прям здесь ну или за зданием но по шагам вроде они в здании были сейчас кажется не тоже уже сомневаюсь что надо сюда бежать тут кажется ошибкой нет это ошибка уходим короче отсюда потому что сейчас просто с полю я останусь с частью пацанов здесь с одной половиной я думаю теперь нужно делиться одних сюда да какая кучность ешки матрешки заходим нужно пара грен да даже одна грен к тому же столько делов наделает но пока типа не готов я еще дым принято чем надо прям сокращать сокращать но не сюда я не хочу сюда лезть ну чё делать надо выполняю сюда нельзя выхожу 34 34 ну гранту я не докидываю к сожалению только следующий ход можно попытаться поэтому овер просто чтобы они лишнего не но не сильно разбегались стояли рядышком они смотрят на твои оверы и чаще всего не бегают если штан ну ёпы пресса т 23 процента вася хорошо о нет а как же как же так получилось то куда же убегал о минус двое трое минус двое блин этот щегол сейчас мне может наворотить делов короче да я понял уже блин так ты как вообще ты со светошумом ну ход типа выиграешь да а может сразу кинуть чтобы овервотч снять скажи изи скажи и зи поехали там еще покоцается один мы же снимем а не не работает так так но я все равно закину туда гренку что ну охренели следующий ход естественно планирую это сделать я не хочу подходить то что я подставлю реальным фланг этому парюм подставлю фланг и там слово за словом я в пути ты уж извини давай так но он мешает мне реально мешает хотя бы ранение чтобы уже отсюда можно было закинуть гре оооо ну мне не хватит на фрагменты может пораним их просто давай как получится получится так но этот умер типа не от гранаты он умер от того что его бахнули то есть я только одного убил а там еще один смотрите слева сейчас увидел его ну тут явно дезориентация уже заходит надо было вообще увидеть что у меня вторая дезориентация есть и не кидать в него короче все дезориентированы все в шоке тут бы еще подсократить так чтобы в следующий раз можно было флангануть не знаю зачем я сделал вот так вот давай проверим на на мап хак сектоидом один процент один процент блин если он сейчас дверь откроет и будет по мне стрелять я буду конечно не нормально не знаю раз не 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 а реальне не а в и надо пару веров оставить чтобы этого забрать так не хочу будем покидать вы бы знали этих двоих но у меня особо шансов нет но если мы хотим здесь по струлять поехали блин кину гренку с этими с исследованием могут быть проблемы он давай попробуем 1 убить так по единичку снимем а второго же гранаты объект уничтожен еще последний шанс 36 процентов его шатнуть как говорится чудо не произошло поэтому еле-еле надо примерить это должен дергаться овервотч почему-то один только нормально вы молодцы штурмой блин как же мне сегодня две эти миссии под напрягли ничего и переподписываем 7 месяцев и спасибо так фрагментов нужно кажется для вооружения так что нормально пар хорошее место но придется мне видимо первую энерго ставить где-то здесь но пар в стаке от хорошо модули спутниковой связи загружены до предела нужно скорее построить дополнительные модули чтобы можно было запускать новые спутники так сделали да чё по оперативникам косые косые 1 2 точные 3 с натяжкой 4 5 6 ну ладно 7 8 более менее не косые 99 человек у меня более-менее метки ну ладно хватит 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 пятнашки раз серьезно 1 пятнашка так строим сразу энерго или типа ждем не ждать 15 дней вообще не вариант поэтому генератор первым делаем в любом случае здесь ничего не забыл датчик обрез генератор бмп вооружение через пять дней заказываем спутниковый во франции активность я все равно хочу баржу но нормальную 24 не 36 так все настроить уже сможем 30 баксов чтобы его страну прикрывали спутники планировать покрытие сможем надо отменять бмп шку как бы думал если будет если будет миссия то нормально по деньгам а так нет 15 двоих литра их да ладно раз два три что что как я посмотрел то раз два три реально три как я просмотрел то двоих это очень хорошо три пятнашки это крайне редко баржа уже где-то приземлилась похищение людей чрезвычайная места где появились пришельцы отмечены на глобусе футболочки стримфестовский классных царили рисовок короче мне нужно скорее всего брать бойцов опытных сюда потому что чрезвычайную причем контактно все будет хорошо из одного точного мы делаем 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 63 14 60 кто такой маневренный ты не это самый инженер скорее всего маневренный косой либо штурмаж штурмаж-то мне на старте нужен такой карте вряд ли старик джо да ладно собираем бойцов опытных бойцов одного только оставлю на случай если придется лезть на тарелку хотя бы один товарищ должен быть нормальный 4 12 начнем с него это у нас снайпер надо кстати сокола сделать по челленджу на 40 к сокол плюс 6 дали меткости топовый снайп но я дам ему маркс муску винтовку они снайперскую потому что контакт вскоре это значит что также нам нужен пулеметчик с лпп скорее всего наиболее метки это ой с положительной защиты 4 12 12 маловато но положительная защита наверное даст или маловато для пулич не он слишком хорош надо его пуличем делать несмотря на низкую маневренность реально человек под который делает сапресс ему нужна положительная защита чтобы чаще все по ним и стреляют плюс у него неплохая была меткость на дали единичку сейчас дай пока так нужен имш точно сейчас самый косой это 314 513 хороший да давайте инженера 60 делаем может даже сейчас рокета пыльнуть до рокета с 513 ну потому что контакт вскоре после дали меткости четыре дали хит очень хороший рокет сразу берем осколочную сразу берем обычную этого я оставлю наверное все берем этих четверых и двух точных леммингов раз-два-три-четыре так а соколом мы делаем по разведчикам да хотели разведчикам сделать сокола а мне обязательно как там в челлендже после первой миссии мы после первой миссии из бараков а из барак выбирается любой оперативник ник сокол все тогда тогда я скорее всего одну из точных пятнашек сделаем если мне прям точный пятнашка точно пятнашка 63 не очень 60 не очень сатрин да так себе так давайте берем точных 4172 это снайп понятное дело будет а пока просто просто упырь с гранатой и с прицелом и еще 72 312 тоже снайпер будущий это не маленькая на ложка за серьезные ребята датчик движения обязательно берем значит инженер ракетчик пулеметчик лпп шки там поехали потому что здесь 16 человек будет на миссии 16 и возможно я гурт килл поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает привет михаэль удачи в челленджах привет я гурт килл спасибо тебе пришельцы штурмуют сразу это у нас с тройка центр я рейнджер ударный отряд приземляется ждем приказаний вас понял рейнджер врубаем датчик уходим направо к операции видим справа пак но он далековато то есть я могу в принципе занять позицию как на экзальтовских миссиях вы помните только снайп у меня с марксманской винтовкой напомним то есть он не может в угол встать дроны выполняю спешу слушать слушать слушаюсь что за шоу взял челлендж прожил блин я же не определился короче если если мистер инван не против ну то есть я определил сокол но я не дала мое имя то есть формальная члендж запорол действительно поэтому если он даст мне возможность дать ему имя после этой миссии то я буду благодарен ну нет так нет провалил провалил будет сделано сам виновата слышу дронов выхожу поехали координаты получены будем агрить они скорее всего все находятся но большая часть из них находится в центре карты вот в этой миссинге да там сразу несколько бак ладно агрим черт один раз живем что 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 пока не агрится провалил попал 32 хорошо это ошибка правильно это ошибка ох ну ладно у меня рокет есть если что страховочка есть какая-никакая короче ты точно ханкере здесь начинаем прицеливаться 1 прицеливаться 2 прицеливаться 3 прицеливаться 4 прицеливаться овервотч 5 пулич стреляет я бы и пули чем прицелился если у них была такая опция противник дошел с фланга да ремонт пошел ну пока пока что это контролится ну то есть есть надо сейчас кинуть гренку вот такую чтобы они оба были задеты потому что инженер больше урон не нанесет чем гранаты и уж тем более стабильнее он не нанесет полив 42 ну а что же делать здесь я не видел и рокет 60 а сколько там их 4 да 4 да итак 50 даже так лучше было бы встать угол плохой у разведчика здесь выцеливаемся здесь отступаем в тень фланг не не фланг сейчас будет менее точный будут менее точные выстрелы но они правда не рашат меня видите то есть я смогу поддержать дистанцию понятное дело что можно рокет кинуть бла-бла-бла но впереди еще впереди еще два пока поэтому я не очень хочу или все таки бахнет слушай а давай бахни все таки потому что ну а чего сейчас начнется опять бахнули уверенно причем улич стреляет 43 тут обычный 46 нормально так два пока дронов фраза заплатили суши сектоидов пока ровненько но это не так сложно было естественно потому что ну а чё дроны медленные команда из двух пулеметчиков вспышка тэпаться надо делать подавление вспышка минус сыном а двух пулеметчиков делать чтобы одного сына убивать да вы батенька стратег прям чувствую как вы готовы к мутонам милишным например или там к литунам особым я рекомендую собственно игру взять поиграть чтобы вот таких вот теоретических изысканий как два пулеметчика феномена убивает не было не говоря уже о том что потом феномена будет с молниеносными и ты там на своих овервотчах будешь улыбаться им двигаюсь на позицию выполняю выполняю ясно ладно у нас мне кажется нужно руки так поближе подвести а вот и они следующий пак 4 сектоиды мажем секундочку мутонов милишных пулеметчиков заплат нет ну понятно короче лучше не спорить особенно если ты чувствуешь что вот не прав и цепляешься за какую-то какую-то возможность потому что ты чувствуешь настроение да у меня такое я же трендец ненормальный я же на месяц легко можно можно уйти привет вот добрый вечер мистер пайк здравствуйте блин не нравится как они подошли все что на оверх серьезный каким все тут блин и угол еще но я все-таки увидел я думал увидеть конечно же я стрелять буду 47 поняла 1 выполняю я буду на чеку 5 никто не стрелял больно ну ты ты чу а и ты выцелил опыт поэтому стоп там их трое ждем там их троим 53 фу кавер так ну я думаю бодрящая гренка это то что нам может помочь с апрес если что есть а вижу где второй больно подходить под полу укрытия наверно все таки так надо и закинуть греночку этим двоим поехали не жалеем до челлендж на сокола дикий конечно 1 убили второго ранили третьего тоже ранили попутным 30 50 50 стреляем ближнего сопрессим я думаю надо заводить людей на будущее направо ну или сюда по крайней мере так чтобы у нас была опция зачем я почему я не проверил сначала выстрел марксман ну да получилось что это особо ничего не решила но этаж еще попытка 50 процентов более какой же сегодня депрессивный день я трендец простите пожалуйста что ну повторюсь мы сначала мы завалили террор который ожидаем и завалили потом начали новый трай и нарвались на баржу на баржу не простую баржу золотую с на которой было очень 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 много народа очень много народа пробуем расстрелять они биты сапресс есть конце концов то есть шансы в принципе неплохие начнем мы с этого никаких сапресс пока пробуем пробить пробить следующего такое нормальная тут меткость ну раз не пробили просто подавляем там еще один пак есть привели я посмотрю как как будет тим прогресс с адрес поддержал варковать на 300 рублей хватит мазать и из адрес я верил да в этот раз все получится спасибо больших адрес дома же 30 73 процента второй раз можно начинать я готов все готово последний пак слева топают у нас есть гренки вроде как нормально мимими мими 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 полученный марксман обещал вести хотя бы как то он вообще вне игры ориентировочно состава не даду все правильно все двигаемся датчик движения на всякий случай прям там прям четыре человека я бы инжа подвел вот они два дроида 2 сектором такие дроиды вылетят первыми я полагаю смотрите over есть уже стоит здесь был красиво я уже немножко жире и жире и жире и жалею что взял с собой так много людей возможно с лебенгами было не так не так сложно но мы получали бы 46 дым один дрон один сектоид скажу так подхожу так здесь прицеливание здесь овер здесь овер смотримся кто это подходит это под гренг а да ладно он я не думал что он добежит до до этого ранение там полу укрытие просто вот в этом проблема была мимо не на все кто это ладно мы его запросим главное из этого забрать забрали я сразу гренку кавер сносим пробуем его шатать не свести денег не будет челлендж это сложнее выполнить чем чем пройти к скамбе свиста это прям анриел а теперь его не спрэш и ты не видишь а мне повезет значит в другой раз я не увижу точно но он без кавера может на уверен можно будет поймать его сейчас метнется куда-то да не увидели окей 33 раз молодцы ладно загорим пополам 14 человек не 16 14 возвращаемся домой чрезвычайную закрыли кого-то прокачали кого-то нет 17 дней ранения так ладно я хочу произвести собственно бмпшка все таки хотя мне возможно лабу придется ставить копаем пока что возьмем ложки над францией летают это европейский регион нас под и россия над кто-то из них выйдет в этом месяце но мне конечно же не дают миссию и на ложку поэтому придется в очередной раз отменить бмп если мы хотим поставить лаба мы хотим поставить лабом лире пока лесом этот лесом а мне очень хватит хватает нет фрагмент нельзя продавать продаем сплавы делаем ламу танчик там инженеры не понимают что происходит россия минус блин лучше французов сдали бы 10 баксов нужно чтобы здесь прокопать ну пока не нужно не столь важно черт еще россия минус высоко-высоко-маленький вот это вот и на ложка который в прошлый раз не сбил неплохо конечно лучше бразилию аргентину как сдавать что-нибудь в регионе мало населенных молодец два выстрела два попадания аплодисменты ух ты черт ладно значит спешил кей на месяц да ладно за что сначала ты принимаешь за комнату сыновиду потом уходишь колени а политика же у нас да такая политика такая у нас запрещено обсуждение политики спешил кей причем этот я но это жестко потому что он я давно знаю он саппортер донатер почетный потому что он не знал что у нас из таких моментов срачки разводятся просто на раз и два и именно из-за этого политика запрещена в любом другом месте обсуждать так надо понять кого брать с собой удаленные локации напрашивается снайп ну конечно нужно сейчас брать просто миллион леммингов мы берем естественно для начала точных пацанов самых точных в этой игре перемену сокол снайфер раз уж нас да давайте раз уж нас челлендж провален пусть этот снайпер будет соколом сокол красиво все качаем нубасов на таких миссиях качаем нубасов что девять четыре раздаем броньки раздаем базовые прицелы чередуем собственно с медикитами и гранатами датчик движения не забыть выдать не похож нисколько так в людном районе если там и есть гражданские очень надеюсь что они будут помню эту карту помню эту карту респ важен респ хреновый хотя нет можно можно правее выйти просто вас понял рейнджер мы присмотрим за вами штурм один можете начинать атаку корабля не подставляйтесь не сказали вижу первый пак прохожу мимо я хочу снайпера вывезти сюда блин сокол с марксманской я ему не поменял пушку просто после прошлого а это значит мне придется даже несмотря на то что карта более-менее открыта играть активнее этот джип с полуукрытием серьезно это тоже с полуукрытием этот нормальный и вот я уже думаю может назад реально вернуться по крайней мере кавры есть сажу до возвращаемся двигаясь к точке поехали слушаюсь уже иду пока не буду датчик движения тратить блин тут два пока рядом с надо датчики взять чтобы я не зашел слишком на крыше уже 5 по 5 хитов у них смотрите здесь у нас с одной стороны полное укрытие есть и это радует раз два три минимум я пошел ошибку совершил что этого надо за фулкавер ставить смотрим ждем зерга тварь что там модеру стало стыдно обсуждение 10 модератор молодец полуукрытие 18 процентов до твои нормальное начало прям класс как корректируй огонь выхожу мимо мимо выступаю зерк саму отвалится трачу всех в одном пытаюсь хотя бы одного ранить хорошо дождя три пака и аутсайдер блин все было бы значительно проще если у меня снайп был нормальный так он сваливает типа выпрыгнул в окно сделаем ясно спешу туда такое начало хреновое я сам виноват пушку забыл из-за этого придется сейчас ну просто карта вроде открытая то есть нам заводим и он пол карты просто простреливает но но не тогда когда ты пушку перепутал я пошел так он уже отстреливается отчаянным причем я его не вижу ну как это вообще возможно он сверху что ли стреляет вот как откуда ты стреляешь вообще что не хренел ли ты а ну как это возможно вообще как он может в принципе меня сопресить он стреляет вот отсюда вот вот из-за этого кавера первый вопрос почему человек которого сопресить его не видит это баг сейчас он еще может из темноты пострелять сам кажется мы здесь не одни убежал есть пробитием он за полным укрытием это довольно серьезно усложняет я пошла что там там мелькнул кто-то мне не показало типа там кажется враги уже были новые так кто его видит почти никто он разберемся здесь понятно почему здесь второй второй кавер это фулл кавер сокращаем сокращаем и и в теории я должен его отсюда увидеть да риск есть потому что полуукрытие но кажется общий вид работает не он стреляет по соколу тоже ты гад зодч и поддержал ваш канал на 500 рублей зодчи привет ави император постоянно попадаю на записи ищем на ютубе не получается застать стрим онлайн хочу посоветовать себя занимаюсь практической стендовой стрельбой охотой страйкболом страйкболе бегаю с свд специализация марксман так зодчи ну ты в курсе что мест нет это как правильно пишется но я по-русски все равно скорее всего буду писать зодчи мест нет так а мы что его убили как так получилось неужели сокол попал блин вы не представляете я не знаю просто каким а почему кстати я его не видел если здесь полукрытия алё уже иду мне реально сложно чисто морально реабилитироваться после после того как мы с вами залили террор ожидаемо но тем не менее и залили в боях эту тарелку на 6 марта что это за звук просто то есть я вот с этими обременен этими воспоминаниями сделано спешу не знаю как я их избавиться вас понял уже иду двигаюсь к точке ты решил челлендж не выполняется он не должен быть снайпом в смысле решет группы не внимательно смотришь я не дал имя соколу после первой миссии вас понял я уже провалил этот челлендж я пошел спешу выхожу пора ли PUBG не 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 PUBG удален никаких PUBG вы что не уверен что мне нужно забираться максимум наверх потому что все равно скорее всего если бы это был снайпер другой вопрос а с марксманской винтовки которая дает преимущество только на 5 клеток пострелим я особо не постреляю на такой дистанции я знаю и на этой указал ну я же продолжаю играть значит все слушаюсь замечена группа противника три сектоида три сектоида блин или все таки марксмана завести его конечно могут прострелить диком ладно пофиг заводим и амиго заводим прячемся просто хотя бы так смотрим три сектоида опасным потому что у меня сейчас часть вообще не работает людей помним что у нас лемминги надо попадать первый промах чёрт не может быть тупо у меня 85 мимо повезло 30 но это конечно попали 30 потому что он мимо полукрытия 50 вот это уже реальней хорошо торрес получит повышение не обязательно следить за тем чтобы все получили повышение потому что вы же помните на тарелках 68 не зря завел нельзя отступать короче здесь на тарелках все равно мы все получили уровень одна клетка карл одна клетка блин понимает все спалили еще пока все спалили еще пока все промахнулась иду одна клетка понимаете ну я должен поставить нубасы за полу укрытия чтобы банальная к марксману не шли это этого продолжают заливать нет марксмана кажется видит уже черт а нет да даже так и не уйти оооо сейчас будет интересно этот бои готовности так что марксман 68 сапресс снять или флангу еще попробовать бахнуть флангу еще опаснее м 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 я впишу хорош правда что делать все равно непонятно так у тебя тут кавер это нет вас так попробуйте флангануть так осталось понять что делать с этим дам святошу мы не не сделаем удачно выбегает щегол минус по морали сопротивление ближе и фланг сокол 40 процентов есть живет хорошо болин 37 смело явно мы должны собрать снимать был небольшой риск аутсайдера спулить хорошо били соколы уже бахают с одной стороны типа можно флангануть бла-бла-бла но этот рискует поэтому не человек который метки один из самых метких а сможет ли он убежать не сможет так что разницы почти нет нравится сокол его пытается прикрыть 68 есть молодец все осталось это же три пока до три маленьких пачкам остался только аутсайдер есть светошум есть гранаты есть есть раненые бойцы но так-то живем продолжим давай сколько жена на ближе поехали до x ком конечно наказывает постоянно тебя нельзя было бы ошибка кстати так аптечка одна же есть у сокола и надо обязательно ее использовать нашего племминга контуженную а потом рашить этого супостата просто рашить с гранатами со светошумом со всем этим фаршем это не так сложно учитывая опять же наличие светошума но ошибаться нельзя подошел соколик лечит поехали координаты полученные я пошла оттягиваемся к стеночке датчик движения кажется еще один заряд мне сюда есть точно но эта стенка вроде как нет лучше с этой стороны приходить болельный то мог заметить уже почему с датчика не начала я смог уже выйти аутсайдера я не готов с ним сражаться так следующий ход будем врубать датчик движения этих пока подводим по старым следам все сейчас смотрим какой часть тарелки он находится планируем по что это был подход да он в левой части вот здесь находится в принципе можем свободно подходить сюда дальше желательно будем а ты же подошел уже с датчиком да да он в центре находится ну стандартно короче к стеночке прижимаемся здесь мы его сразу увидим и ждем и нужно триггерить с человеком который без всего ты этим но перед тем как триггерить лучше конечно сначала еще вот этих двух подвести так берем человека без гранаты и агрим ой далеко он но все равно идем сюда я прошу милом насколько интенсивно вопрос дезориентации желательно бы покоцать еще его на подходим сопреста у меня нет это косяк потому что надо дезориентации там и не вытащим 1 дезориентация это минус те же самые 30 процентов точности а 30 процентов точности надо заводить двух по фланг на право но это остается с ним тоже сильно у этого угла плохой очень его заведу сюда на рывки здесь закидываем светошум по любасу да жутко и он будет стоять равно процентов 220 него будет на то чтобы меня шатнуть будет 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 поэтому все должны быть за полными укрытиями можно даже кстати подставить под полу укрытия неважного человека не даваются да вот и ханкер сделаем или нет не надо гренков время молиться перебегает это фланг да гг как же мне повезло почему я думал что он не добежит до меня пробуем флангануть с этой стороны есть 75 правда всего лишь но тем не менее есть попадание одном дорожим он мог сейчас легко забрать меню что я не очень блин а у меня там гренка должна быть еще одна все нормально слим вплотную сто процентов убиваем фух ладно первую тарелку с горем пополам без снайперской винтовки с 5 леймингами но нужные лавэлапы мы с вами получили друзьям нужны лавэлапы получили два ранения еще на неделю но на две недели извините сейчас продаем делаем сразу танчик на 60 баксов третья попытка заказать его и 10 баксов на копание обязательно поехали середина марта на глобусе отмечены точки где произошли участок коридор у меня есть точные координаты берем лемминга снайпера нового 72 это явно у нас как бы снайп и берем скорее всего 75 хорошо и берем тоже побольше нубасов потому что сложность не такая уже запредельная я бы взяла второго снайпа но они фатижные все черт я сбегаю в одно место просить друзья сейчас вернусь быстрее а 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 и а а и Они издеваются над тобой, Миша, там пишет товарищ, впереди два месяца ада, этого ада, ада для тебя, оби мой фазер, Говорит, естественно, они хотят, чтобы я страдал, так, надо экипировку поменять, так, учитывая сложность высокую, может быть, все-таки возьмем одного еще на страховочку, тем более нам нужно прокачивать человека опытного, да, берем в любом случае, полиметчиком, Зочень, Магрейн, всех благ тебе в борьбе с инопланетной мастерской, первой части на ютубе нет, так что не уследи, да, я знаю, ГИ-12К мишень без оптики спокойно со 120 метров укладываю, а если дашь снайперку, буду рвать всех с километров, возьми в команду. Мест нет, Зочень, но я тебя записал уже давно, пока мы просто имена не даем, потому что плохая примета на старте давать имена, они умирают быстро. Короче, пулеметчик у нас с тэпом, снайпер у нас такой, и надо набирать сюда тоже на прокачку нубасов. Я также буду исходить из логики точных людей. 5-12-68, 3-12-68, 5-11-68, 3-11-68, да, да, это последний 68. Все они, конечно, в тактических костюмах непонятные, датчик движения тебе, но довольно точные. Давай-ка, Дымчанский, один. Хорошо, что здесь пока что только псиктоиды, понимаете, пока без жести. Итак, аптечки есть, датчик, 3 разнотипные гранаты полетели. Меня запишем в грудь, говорит. Участок дороги стрёмный, это стройка, вы помните её. Очень контактная карта. И под снайпера она, конечно, подходит очень плохо. Первый пак уже здесь, вот там вот находится. Я не знаю, как мне размещаться здесь пока что. То есть по-хорошему снайпа, вообще, надо вправо уводить. Против первого пака. Блин, а я случайно не с пулей сейчас? Слушаюсь! Нет, хорошо. Всё, все остальные стоят на месте. Прицелились, поехали. Карта весьма специфичная. Мне придётся контактить с ними вот на этих укрытиях. Короче, она как раз не для снайпа. Не для снайпа. Ну, это как бы по факту, действительно, участок дороги, коридор с множеством машин, но... Это не тот коридор, который мы ищем. Сейчас, видимо, придётся пулить. Сначала разместимся за полуукрытиями. Да, они там. Кажется, мы здесь не одни. Датчик движения ещё разок. С богом. Нет. С богом. Нет. Блин, я пулеч поставил за фул кавер. Отсюда он не будет работать. И он, наверное, даже пока-либо оставить на месте надо. Потому что фул кавер здесь немножко ограничивает. Блин, другой пак. И снайпа надо возвращать назад. Потому что этот автобус мне будет мешать. Я пошла. Время молиться. Что за чертовщина? Очень интересуется у него, по-моему, сектору до работяги Василия. Был именно сегодня штранцовер. Нет, он не приходил. Он не приходил сегодня. Вчера, конечно, геройствовал, геройствовал. А, ну, видите, у нас тут... Пацаны такие... Да? Охренеть началом. Я ухожу к куличу. Ясно, иду на точку. А что мне еще делать? Отлично отошел к куличу, Миш. Двигаюсь к точке. У три сопли и в бой. Ясно, буду на чеку. Слушаюсь. Ясно, ясно, чеку. Молодец, попадает. И что я сделаю? Собственно, и все. Снайпер 70%. Молодец, попадает. Это он, конечно, порадовал. Молодец. Пытаемся леменом добить. Да куда там? Больше все-таки поставлю сюда. Да ладно, как? Я же бегал по этому маршруту. О-о-о-о-о. Там не снайпер еще близко открыть. Жуть. Побежал 50, надо попадать. Не могу его снять. Конечно. Есть. Меня зацепило. Помогите. Кто-нибудь. Я на позиции. Народу. Море. Снайпер общий вид 71. Да надо. Дерьмо. Дым закидывать на наших. Что-то отступить, чтобы его не видели. Ну, короче, у меня сейчас просто перестрелять могут. 31-31. Кайф. Гренко у паникующего хаешка. Сопресс нужно делать по-правому. Лучше выцелиться. Лучше выцелиться. Отвратительная карта. Просто отвратительная. По описанию для снайпа, по факту, как бы... Ноль. Хотя каким-то чудом мы там разок попали. Снайп, нужен килл от тебя. Прям очень нужен. Давай. Слава Господу. Их там пятеро. Я думаю, надо сейчас... Ага, ты под контузией же. А, галлюцинация, штраф. И контузия, да. Ха-ха-ха-ха. Ладно, держимся. Так, ладно. Хорошо, вроде застряли они там. Все, снайпер. Ничего, снайпер. Че вы хотите от пожилого человека? Есть. Выцеливается. Там полукавр есть. Можно 70% потом бахнуть. 27, но бестолком. Да, надо сопрессить этого ближнего. Или все-таки кинем Гренку на будущее? Да, давай лучше Гренку. Закинем. Просто, чтобы этого кавера у них не было. Сейчас, правда, Вижен может появиться на новые цели. Ну, нет, хорошо. Убиваем сначала так. 71, скорее всего. Отлично. Соответственно, пулич сопрессит теперь следующего. Я не знаю, как мне и нужно ли высовываться, на самом деле. Снайпер там все равно выцеливается. Пусть подходят, гады. Его бафают. Снайп не убьет его никак. Ханкер, тем более. Тем более так, понимаете. Тем более так. В любом случае прицеливаем. Вся. Овер, овер. Перезарядку. Овер. Антон Мутон, говорит. Отрада сердце моего. Наконец-то снова война, которая не меняется. Ты страдаешь. Еще пак. Вот мне не хватало. Есть. Хорошо, что попали. Триндец. И еще пак, да? Попадите. Надо убивать. Так, вся карта здесь уже. Вся карта здесь. Причем надо одного уводить вправо, потому что нужно подсвечивать под снайпом. Нет, лучше вам не будет момента. Стреляем отсюда, короче. С ним разобрались. Мои запасные сходы. Десять сектоидов. Десять. Карл, десять. Молодцы. Наверное, надо сюда перевезти уже. Я уже там. Господи, тут сопротивляет смысла нет. Надо пытаться рандомить 50%. Хорош! 56. Давай. Надо, надо, ребят. 42, 42, 42 ранится. Гренку не докину и все равно. Ближе подходить смысла нет. Поехали. Ну, молимся. Ой, дальний бафает. Да ладно, вот его бы бахнуть. Этого тоже бафает. Здесь просто ад! О, нет. Снайпера увидит сейчас. Мимо, все паника. Хорошо. Хорошо. Может, гренка туда? Жуть. Тупо у меня 45. Нет? Есть. Живем пока. Я только трое сходила, блин. О-о-о. Давят. Черт, нет, зацепила. Я хочу домой. Понял вас. Занимаю оборону. О-о-о. Боя припаса, дерьмо! Хорошо, очень нужно. 63. Есть! Отлично. Одного убили, и второго ранили. Так, слева фронт с такой уже покоцанным немножко. Что нам с этим делать? Может, на саппорт туда гренку кинуться. Если до угла докинем, то будет норм. Отсюда мы явно не докинем. Да, 46 стреляем. Надо, пулич. Есть! Как же пулич тащит на чудесах? Сколько осталось? Семь. Семь. Ладно, слева один раненый. Семь. Этого нельзя отсюда убирать. Может, я к снайперу подведу, а то он за полуукрытием. Ну, все. Вопрос здесь. Никак, да? Отсюда маловероятно. Мы только влево ударим по этому. Но подвести на следующее, чтобы, если что... Да, надо его вот сюда вот вводить. Добрый вечер. Буду на чеку. Снайп, остальше еще ход потеряем. Эт за фулл кавером бафает. Лечит полностью. Ооо, да ладно. Снайпер. Да. Попал. Снайпер выключается из игры. Боеготовность еще. Ёпп, РСТ. Все паника. 35% работает. Овер очень низко вероятный. Мимо, 57. Так, что делать? Что, блин, делать? Этот битый ничего не может сделать. Можно тут попробовать сжохнуть гренкой и этого ранить, этого ранить. Но я хотел так сделать, но сейчас не смогу, скорее всего, потому что, видите, угол у меня в панике, и я из-за этого не могу нормально прокинуть. Он так меня подвел, этот человек. Он, во-первых, мог уйти флангануть этого спокойно. Паника такая неуместная. Снайпа все равно отвожу. Да ладно, ты его видишь даже. Я думал, тут Вижена нет, а тут Вижен есть. Риск угол, не факт, что Вижен прекратится. Пробует закинуть гренку строго, поэтому... Единственный шанс, по сути, спасти снайпер. 5, дай 5, дай 5. 4. Тут 46, полечишь, он все равно сделать ничего не может. На этот раз мажет. Снайпа уходит в угол. Вижены у него нет, но... Надо направо переходить потихонечку. И сфовер. Время молиться. Все раненые. Новый подходит. Да попади! Неудачная карта, короче. Этот назад. Отстреливается. Снайп пустой, он не может ничего сделать. Тоже назад, хорошо. Может, выиграем немножко времени. Тупо умею еще одну. Да хватит! Боеготовность. Сюда бы гренку, но гренок больше нет. Так, внимательно. 1, 1, 1. Это из-за контузии и галлюцинации. Здесь фланг, но нужно перезаряжаться. Здесь пришли в себя, но там овервотч есть. 58, 39. И там овердем. Ближних пробуем пострелить. Вероятность крайне низкого жима. Соответственно, сапрессим, раз мы не можем стрелять. Мы здесь стреляем по 58 в любом случае, потому что он все равно снайпу немного угрожает. 24л поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает. Спасибо тебе. Чемандир, мое почтение. Когда-то давно к вам вербовался новобранец с позывным Ракот. Возможно, его имя есть в старых списках новобранцев. Рассмотрите его рапорт о зачислении в ряды и ксчон, если вас не затруднит. Заранее спасибо. Места нет. Хорошо, нормально живем пока. Ну что, снайперы... 66 меткость! Ё-моё, из-за контузии. Ну, можно подлечиться. Если кем-то и лечиться, то это снайпом, блин. Ладно, пробую его сначала так снять. Если не получится, то... То, видимо, надо пытаться снайперам это сделать. Черт. Хорошо. Хотя, чем раньше я подлечусь, тем лучше. 36. Пытаемся пробить ближнего. Есть! Молодец! Ну, тут контузия, поэтому ничего не сделать, кроме с опрессами. Два овера. Там еще пять сектоидов. И они все здоровы им. Надо сейчас от лечения снайпера играть. Блин, опять паника! И цепная реакция пошла. Паникует у нас людям. Да, снайпер лечится. Чтобы с ней снять контузию. Пулича, кстати, контузия прошла. Я попробую пострелять. 46. Патронов ноль, черт! 39. Пытаемся прострелить. Есть хорошо раненый. Нужен боекомплект! Овер там есть? Овер есть. Овер. Там, скорее всего, надо разведку на бафу еще. Но это совсем долго. Ну, то есть, надо дальше думать. Все паникаем. И паникуют. Но это лучше, чем тупоуми, на самом деле. Может, там и еще двое паникуют. Подходит. Под снайпера, кажется, подставился. Стреляет 15. Хорошо живем. Блин. Миссия. Вторая, третья. И я не могу с найпом работать из-за того, что не подсвечиваем. А мне в любом случае нужно подсветить его. А, там овервотч. Но он раненый, поэтому не такая высокая вероятность. Но надо было это делать, потому что он подходит дальше и снайп побьет. Снайп получает повышение. Тебя нужно вернуть назад. Здесь надо в любом случае перезаряжаться. Может, уйти от прострела. Нет. И у остальных паника. Триндец. Атака 24. Мажет. В любой выстрел это минус Е. Боеготовность. Ай, попал. 23. Живем пока. А почему это за фулл кавером? Не пойму. 49, 30. 49. Овервотч. Снайпер работает. Кое-как, но работает. 27 меткость. Перезарядка. Стреляем. А не сопрессим. 46. Есть. Полич молодец. Осталось 3 сектоида, друзья. 3 сектоида. Держимся. 24 раз. Моя готовность. Перезарядка. Отлично. То есть, здесь мы 49. Вторая попытка попасть. Точнее, в прошлый раз попали. Надо бить просто. Отлично. Давайте кто это. Я думал, что я на этой миссии закончу. Этот трайв. Потому что... Ну, от чего? Все настолько плохо. И к чему? С Jack72. Пулеметчик с ником Jack10k. Полностью прокачанный. Участвует в финальной миссии. И не погибает. Ты издеваешься? Блин. Ой, Jack. Принято. Jack-пулеметчик. То есть, у меня уже 2 места на финальной миссии. Один Сокол, который... Ну, Сокол уже провален челлендж. Так, Jack. Отдельная страница. Jack. Jack72. Пулич. Пулич. Знаю, от кого выбирать, блин. Так, здесь я немножко отступлю. Чисто перезарядиться. Потому что он не может танковать. Поставлю так. Выцелюсь. Здесь пробуем стрелять. После выцеливания 47. Ранение хорошо. Сейчас ниже чатик. Что-то челленджи какие-то уже в чатике. Смотрите, закрепленные дикие просто. Просто дикие челленджи. Перезарядки. Стреляем. Нажим. Прицеливаемся. Это уже с прицеливанием было. Пытаемся попасть. Ну, уже сейчас как бы один нейтрализуется полностью. Второй. Второй живой. По условиям челленджи его не обязательно брать в начале. Главное прокачать и спеть. Да и мне проще его сразу взять. Тридцать четыре. Прицеливаемся. 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 Сопросим. Так, снайпер. 50 на 50. Что попадет? И вроде попадает. Хорошо. Ну, там по углу наклона этого. Все это последний точно. Заправляюсь на точку. А что ты сокращаешь, что у тебя сопресса-то нет? Время убивать. Ну, у нас два выцеливших. Пацана, может, попадут. Цель не поражена. 40%. Цель не поражена. Двигаюсь на позицию. Ясно. Начинаем наполение. Бэй готов. Ну, все тогда. Мы его сопрессим и рашим. Дадим. Вырулил эту миссию. Я сомневался. Сильно сомневался. Что удастся это сделать. Иду к цели. Я уже там. Здесь просто... Отсюда не увижу, кажется, его. А, не увидел, но нет фланга. Ничего страшного. Справились. Никого не потеряли. Это удивительно. Много мелких ранений. Но учитывая то, что это самое начало, и у нас все равно сюда летело два нормальных человека, а четыре лемминга, эти два ранения не особо критичны. Не забывайте, мы видим все. Да, но зато смотрите, какой у нас уже раненых. Сколько народу. Соколик. Соколик-снайпер. 74. Плюс 6. Максимальная. 80 с точности у сокола. Здесь тоже 75. Неплохо. Давай. Плюс 6. 81. Ох. Два топича. Вообще. Жизнь налаживается? Не, ерунда какая. Не может такого быть. Перечень запросов. Это, понятное дело, спутники от нас хотят. Баржа не прилетела. Увы. Похищение чрезвычайное. Рокет инженер сразу, потому что свар может быть. Блин, и как мне качать на басов на таких миссиях? По условиям сокола. Челленджи сокол не снайпер. Да блин, ну склю ты, ну. Аааа. Дань, я это самое, уберу этот челлендж пока из этого. Из прикрепленных, потому что наводят и смотрят. Короче, мне бы снайпа. Но из этих упырей, снайпер типа этот, но он не снайпер нифига. С 14 маневренностью делать снайпера, это, конечно, колоссальная ошибка. Так, 16 часов, 7 часов выйдет один снайп. 7 часов и закончится все как раз через 7 часов. А мне бы прокачать снайпа как раз. То есть мне нужно для школы офицеров кого-то из высоких прокачать. Без F5 страницам там висит. Я понял, да. Но почему-то не обновляются данные без F5. Это, конечно, базовая вещь. Почему ее не сделали на второй итерации? Вы завтра задаете этот вопрос нашим. Короче, точно нужно брать кого-то из этих. Просто чисто на подмогу. Можно сделать, кстати, из него марксмана. Хороший. В смысле разведчика. То есть мобильный не... Хотя мне точные-то не нужны. Ладно, давай пулеч из него сделаем. Ну, точный-точный. Плюс 5 меткости дали. Хит дали. Отлично. Хорошим на чрезвычайную этих бы тоже взять. Статы неплохие. Можно попробовать одного штурмаша прокачать. Ну, 5-13-64 это прям штурм-штурм. Давай. Ну, чтобы к первому террору у меня был штурмовик все-таки. А то я не успеваю к этому моменту. Много не нужно. Одного вполне хватит. 6 хитов, 66 меткость. То, что нужно. Пока винтовочка. Инженер, да. Ракетчик, да. Пулеч. Тяжелый пулемет. Тяжелый пулемет. Ну, и вот думай. Либо... Не, надо этого тоже брать. Чрезвычайное. Чего? Чрезвычайное. И брать меткого. Типа 4-12-68. А это кто? 4-14-64. Хорошие статы. Можно рокеты из него сделать. Не такого точного, но зато у него во всем другом... А, можно пехотинца сделать с такими статами. Хотя мобильность такая не нужна. Для пулеча слишком неточный. Да, давай рокет. Будет рокет у нас шустренький такой. Второй рокет на миссию. Они как раз все должны скрушить. Джека еще. Да, давайте Джек сразу же. Джек. Джек. Джек-72. Когда челленджи происходят, деньги фактически халдятся. То есть они не пересылаются стримерам сразу же. Это помогает решить сразу парочку важных моментов. Во-первых, нет транзакции, нет комиссии за транзакцию. То есть сколько вы в челлендж внесли, столько вам и вернется, если челлендж будет провален, например. Это решает задачу то, что мы знаем, что у вас есть средства, и в случае победы, то есть выполнения челленджа, стример их получает. Ну и третий, третий, третий причины нет. Я сказал, две, а хватит двух. Короче, поехали. Будем бомбить это все безобразие. Решил без снайпера, да? Ну не было подходящего на руль снайпера, что ты хочешь? Да. Поехали. Привет, UnderDark. Раздай минераны еще, UnderDark. Сейчас четвертая миссия, блин, идет. Четвертая миссия. Пришло сообщение с большой земли. По городу шастают пришельцы. Надо отправляться туда и зачистить регион. Посмотрим, что за резп. Карту напомним. Рейнджер подходит к точке назначения. Че, крыша, да? Вас понял, Рейнджер. Штурм-1, начинайте атаку противника. Не подставляйте. Я с угла начну. Вижу, что здесь никого, и, соответственно, можем более-менее сайфово выходить на крышу. Вижу, пак сразу внизу. Не, крыша-то это хорошо. Крыша это добро. Ну, то есть на нем, конечно, могут быть проблемы. Но... Не против сектоидов. То есть... Летоны, фингмены, крысолиды, они ее сразу тебя ограничивают в плане перемещений по крыше. Потому что крыс-то вообще они в любой момент запрыгивают и все. Фингмены тоже летуны летают. Говорят. Так, и они подо мной. А они прямо здесь. То есть я их сагрю сразу, как только. Курлык-курлык. Блин, ну, ТПП-шку бы поставить куда-нибудь нормальным. Скорее всего, надо будет сейчас кого-то вправо увезти, потому что мне банально не хватит... Не хватит укрытий. Но сейчас не имеет смысла туда идти. Ну, штурмовиком мало ли я кого-то сейчас триггерю на полходом. И все. Как можно записаться? Никак. Мест нет. Мест нет. Джек немножко не пульс получился. А, Джек Рокет получился. Ой. Это... Это случайно. Да, я без... Без страты скана последнего действия. Ну, что пулеч так близко делает? Кажется, мы здесь не одни. Штурмовиком агрим. Выполняю. Выживаю наружную штуковину. Ага. Не, назад, назад, назад. Назад улыбаемся. Ждем подъема. Можно было, конечно, там одного рашануть. Он фланговался сразу. Но я... Рашить с тяжелым пулеметчиком как-то не хочется. И с Рокетами тоже не хочется. Что-то есть. Сейчас подождем подъема. Сектой до любознательный. Должны прийти. Вижу все еще того, кто бафает. Один стоит за фулл кавером. Да, подошел, подошел. Вот он подходит, смотрите. Вот он, вот он, вот он. Красавчик. Мы все его ждем. Мы ждем этого сектоида. Правда, пулей еще не будет стрелять. И, возможно, дальний справа не будет стрелять. Да ладно, и он не идет. Что за люди, а? А где это вот? Где эта тяга к знаниям? Блин. Смотрим. Никого. Прикольно пришли. Ой, не нравится мне моя идея. Вот это вот клевое. Может, нужно на ходе катойти. Подойти только теми, кто соберется. Ну, кто сможет на следующий ход подойти. Выполняю. То есть тебе... Чуть назад. Тебе овер. Тебе чуть назад. Как-то так. Я только в следующий ход смогу уже пятью пацанами стрелять. Слияние пошло. Откуда, куда? Они близко уже здесь. Я не вижу анимации слияния. Значит, поднимается, что ли? Как не вовремя. Поднимается. Не, не поднимается. Изи. Смотрим. Не видим. Смотрим. Видим. 65, Рокки. Давай уже, что. Поехали. Назад дороги нет. 66. 4 хита. Этот не видит. Он побежал. Так. Двое прям подо мной где-то трутся. Сейчас главное этот ход пережить. Без ранений. И дальше просто овер и все. Все, улыбаемся. Ребят, работаем. 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 Молодцы. Минус один. Второй, третий. Второй, третий. Паники нет. Страха нет. Надо идти смотреть. Прям за углом. Слушайте, а может десантуру устроим реально? Опять ты начинаешь вот с своей игры непонятно. Вот, вот, вот. 100%. Неплохо. А еще кто не сможет, по-моему, поддержать товарища огнем? Не может. 65. Здесь мы не сможем выстрелить, потому что далеко. Никто не может поддержать товарища огнем. Можем поддержать гранатой. И раз надо, так надо. Поддержим гранаты. Поддержим. Где-то бегает слева еще. Wellplay, твой привет. Да. Мне нужно только по-другому настраиваться на стримы. То есть, менять подход. Потому что, если я буду гореть из-за таких мелочей, это... Ну, это плохо. Где он там бегает? Вот он. Опять 100%. Курлы-кулы, говорит. Ладно, пробуем прострелить все равно. Хорошо. Нормально. Первый пак, но их еще три. Чрезвычайная сложность. Я буду уже десантироваться потихонечку. Скорее всего, штурмовиком. Очень странно. Ну, сейчас послушаем, в какой стороне самый ближний слева. Да. Ну, переходим, короче, через дорогу. Вот к этой двери идем. Передислоцируем пацанов чуть правее. Что меня беспокоит, это... Я пошел. То, что они могут быть... Не совсем там. Нет, пошли. Михаил, почему у тебя при Оверак стреляют противники по очереди? У меня один сектоид смерти. Снимает депутат. И дальше идет... А, это... Они стреляют по мере видимости просто. Просто по мере видимости. Кто... Если они синхронно заметили сектоида, То просто... Сейчас с крыши... Я пошла. Видела только два человека, как сектоид бежал. Я пошла. А так, если, например, сектоид появляется... И сразу... Ну, то есть он, например, из-за стенки прямой выбегает на вас. То есть он переходит через одну клетку и сразу... Блин. Ну и сразу все стреляют. Это нормально. То есть сюда... Так оно... Так оно и бывает. Так, я... Рокетом выцелюсь лучше. Одним. Возможно, даже вторым. Все. Дальше. Ракета должна зайти вплоть до вот того Мелда. То есть, в принципе, я могу бахнуть хорошо. Учитывая возвышение, он подошел и сразу сапресс. Блин, никто не пострелял, да? Прикольно. Справа еще бегают. Хочу подсветить. Понял. О-о-о! Какая кучность! Ну, вопрос Рокету. Вроде добивает. Да. Вот это... Вот это я понимаю. Сейчас жахнуть можно. Естественно, наверное, вот так вот. 2,9 клеток отклонения. Ну, а чушь поделать. Стреляем прямо по центру. О-о-о! О-о-о! Сразу минус 2. Минус кавер. О-о-о! Ну, инженерка. Сразу оп. Ханк. Новый пак. Новый пак, новый Рокет сейчас. И этот убегает в сторону машины горящий. Бежал, бежал, сиктоит. Сел в машину. Хотя взрыв будет курлык. Такой курлак. Надо сейчас второй Рокет вправо закинуть. А, еще третий. Четвертый пак. Блин, это хуже. Ой, да. Все-таки сгорел. Сел в машину и сгорел. Сейчас Рокет сюда. Прям на угол. Давай, родной. Специально выцелился Джеком. Пулеметчиком. О-о-о! Музыка для моих ушей. Такая просто. Просто такой развал. Господи, какие же они там. А-а-а, сладенькие. Ну, что ты мажешь-то? Ну, что ты меня... Что за хрень? Так, к сожалению, отклонение слишком серьезное. Мне надо прицеливаться снова. Может, я грянку до туда докинуть смогу? Не, не смогу. Этот плотный 70. Да, ё-моё, ну! Просто сейчас могут уже штурмашов лангануть справа. Тут даже еще нужно ракеты на угол закинуть. Ладно, двое справа только действует полноценно. Это стреляет пси-паника. Мимо. Хорошо. Сокращает. Сокращайся. Тупо умим. Блин, как же тяжело там эту штурмовику-то держаться. И вот стрелять вслепую туда ракету пускать как-то не хочется, но я буду. Потому что я помню, где они стояли. И, скорее всего, четыре клетки. Серьезно? Я же выцеливал. Какого? Нет, не выцеливал. Я выцеливал другим ракетчиком. Вот этим вот. Вот. Короче, сюда пробуем закинуть. Работаем. Левые просто ранены. Они так штрафуются. Мне вот любопытно, как там никого не задел. Понял вас. Скорее, мое оборона. 68. Пулеч стреляет. Западает. Блин, сейчас справа будет выходить жестко. Рано я расслабился. Не надо было эту ракету сюда кидать. И надеялся, что они не разбежались. 19% попал. Дым надо кидать сейчас. Тут, по-моему, срабатывает. Короче, смотрите. Видимо, вот так надо бахать. Сначала гренку закинем как-нибудь. Блин, я дым не взял. Что, по шреде? Не, там 6 клеток отклонения. Либо я лечу себя. Да, надо этим лечить. Бахать туда шедо им. Пофиг на отклонение. Но, как бы, мы с хорошей вероятностью убиваем одного. Только поближе к эпицентру. Вот так вот. Хотя, наверное, надо было чуть дальше. Нет, маленькая вероятность, на самом деле. Да. Это плохо. Попытка еще вжухнуть по этим двоим. 1 из 7 отклонения всего лишь. Одного точно убиваем. 2-го. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. 98. На дом. Пулеч стреляет. Хорошо. Сколько их там? 5. Вижу троих. Двое из них ранены, причем. Что делать? Овер. Ханкер. там еще гранату мне миллион но один справа еще последняя шрида но я хочу сапресс снять с этого и увести чтобы они на овер летели уже нет не получается что пулич 53 68 ничего делать стреляем 68 убиваем овер овер ханкер четыре человека остается о этот собакам дальнего баффет но нет сапресс поэтому пытаюсь дальнего пулеметчиком 53 мажет к сожалению все этим возвращаюсь просто наверх все пусть они бегут на 4 овером и увидели резко и стенка ушла и увидели резко и как так непонятно бежит овер 58 есть пробитие и вот здесь мы уже можем гренку закинуть на 23 процента более да хватит ну попадать он два раза стреляет снимаем стенку пофиг я бы подлечил ее но не достаю к сожалению они достаю для чем но единички тупо уме это хрен с ними а вот такие вот лучшим двойка это уже опасно бежит полу укрытие мы на оверах не стреляем но зато он раненый и он тоже под полу укрытием поэтому мы его спокойную шагу это два человека если правильно понимаю да двое последних они без паники в один справа другой в чередуем перезарядки с оверами должны выскакивать а по 1 прямо подо мной забирается на крышу 4 по 50 есть спасибо и повышение получил так перезаряд ковер сейчас мог вообще выйти так он в соседнем доме заткнись да я слышу все только не говоришь там остался жить остался жить вот такой вот сектует поехали домосед выходит и сразу сразу по джеку мимо хорошим чё пулич не видит ничего пулич как там паранангану как вас понял двигаюсь на позицию придется еще один ход каким-то макаром выживать единственное что хочется его чуть-чуть подранить можно сделать если спуститься вот так тогда вроде как закинем надо поближе к нему хорошо все хватит все задать нормально справились кажется только одно ранение на единичку то есть недельку остальные все были по тупоуме так что можно сказать на две недели вы так инженер получает сапера один хит джек получаешь джек ракетчик получает 5 меткости блин как уж он псих это у нас снайп типом до связи командир количество раненых не сокращается не сокращается выемка грунта есть но я не уверен что нужно прямо сейчас делать энергоблок следующий то есть второй точно мы будем делать здесь и стараться рашить 2 пар если нахватит ресурсов но пока пятерка есть я правда не знаю на что мне это пятерка лифта так хватит это под второй спутниковый нужно делать поэтому но яндек привет вооружение пришельцев сейчас будет готово и мы попробуем с вами по крайней мере два прицела заказать марксманские обычными лазерные технологии не буду сначала к сенам до сих пор не понимаю чего добиваются пришельцы они нас изучают нам кажется эти два прицела давайте два прицела сделаем может быть в этом есть какая-то закономерность которую мы пока не видим спутники маленький высоко разведчик вот это шанс главное сбить блин главное сбить шанс прокачать леймингов потому что мне сейчас приближается уже к 700 то есть могу делать школу офицеров вот давай что-то бою готов короче смотрим внимательно если попадешь давай тык два раза escape но блин он попал дат я скорее всего его не собираешь ни разу из четырех не попал ни разу карл и он улетает нет давай давай родной два раза два раза четыре попытки 55 шансов давай ну 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 твою налево точно улетит объект точно улетит мне не везет то так на базовый но все полетел это минус ресурс минус x по минус все так и старт отвратите нельзя инжен и фрагменты вот если было и 0 я мог бы инжа получить а так рискую не сделать хотя ксенобиологии 14 дней до всякое получу давай сейчас будет вы есть спецназ в любом случае ну конец месяца уже пора вот и она беру пулечами беру снайпером и беру оставшихся леммингов что мне очень часто нужны нужна прокачка так исходя из какой логики точные 68 раз а тебя мы брали уже на одном месте да ты желал не получил не получила а точно это заканчивается нужно сделать ревизии посмотреть кого нам нужно делать начнем мы со снайпов 4 1172 гарантированный снайп плюс 5 меткости шикарным мне уже три снайпера 5 1272 уже такой пограничный снайпер что может быть его и рокетом сделать или пулечем потому что жирные не такой уж медленный нужно искать единички точно единички если они есть 311 ранения 71 это снайп плюс 3 меткости но все равно точность хорошие 4 снайпа по хорошему нужно еще одного взять если у нас точные 1168 311 и он последний да все это 5 снайпер нас четыре меткости окей после отступления самолета можно сразу нажать escape на глобусе затем зайти обратно после другой смолиток вернется позволяет экономить время да видимо надо мне этот метод осваивать дальше нас идут пулич и рокеты соответственно это у нас пулич 675 меткость топовые есть еще 312 68 минус 4 желательно с положительной защиты еще брать пулич и особенно но 32 это 5 пулеметчик нормально выходит и от 2 последний пулич и 5 меткости дали топовые вообще дальше нас идут рокеты вот 5 защиты кстати есть ладно это точно рокет хорошо 72 тоже рокет я понимаю что 312 но снайпер уже все сделаны были хуже единичка меткости дали очень плохой ракетчик так рокетов пока хватит но кого делать последнего точного положительная защита также может быть реально сделать еще одного пулеметчика 6 или 6 снайпа положительная защита это пулич 70 меткости такой хорошо раскидались то есть по сути остальное все это у нас инженеры медики инженеры медики пехотинцы ну и там штурмовик разведчики немецкие короче полетели то есть в принципе хватает то есть не обязательно сейчас уже брать каких-то мелких метких а у меня же еще один меткий это 6 снайп 5 11 забыл не обязательно брать метких но если брать метких то кого из оставшихся пехотинцы тебе нужна плотность тебе нужна точность 67 4 12 хорошо это пехотинец 1 пехотинцы тоже частичные миссии такие под особенные но я имею ввиду критовые пехотинцы пойдут у нас уилда приди подписался на при улби прайд спасибо и зеус рандом 5 месяц спасибо за переподписку большое друзья всем добрый вечер у нас вторая часть трансляции по их с чем так если брать пехотинца то кто он плотный точный им тебя плотный как раз не обязательно потому что он же получает нормально по защите можно попробовать сделать пока не поздно разведчиков что маркс манский делается взять пятнашек качнуть инвизных разведчиков и закрыть как бы вопрос по по разведчикам хорошему мне на эту миссию в принципе разведчиков взять но мне его нет и соответственно я не могу так ну там помните и молниеносные возможно пригодятся и подсвечивать для снайпером так джека ракетчик надо переменовать не в джеком а пулеметчика взять и сделать джеком изи так у тебя тпп дам тп а верминт 88 подчеркивание подписался на премиум а верминт 88 подчеркивание переподписан 23 месяца большое спасибо за переподписку так ну вариант взять еще одну пятнашку чисто для того чтобы инвизного разведчика он косой правда триндец но он берется для для других целей и понятно по пятнашки что это разведка можно даже не так три аптечки в перебор фугас очкам вы есть спецназ садимся франция ждет нашей помощи это срочно я уверен вы справитесь окончить миссию с двумя живыми бойцами и продолжить текущий трайк как что это за челлендж кузят это же изи это же скриптовая тут вообще никого не затерять большая шишка и зоны его сопровождающие попали под обстрел взрывом снесло ближайший мост блин сразу парчины силы противника убедитесь что вандорна еще жив и вытащите его оттуда пока не нагрянули пришельцы у нас новая задача тут наш да ладно я опять снайпер не поменял сокол опять с марксманской она разведчика все равно нет косяк уже вторую миссию он ходит с нестыкушкой полем скорее всего нет не пулиться приказ ясен двигаюсь на позицию я пошла с другой стороны он может воевать видите без ну с овервотчами нормальными это же пул алё чё стоим побежали 49 укрытий нормальных нет но они отошли я бы вот так вот ушел и вот так вот ушел и поулыбался бы здесь ну потому что нужно оверах ловить этих упырей я так нервов не хватит очень молодец соколик вы правда спецназ я в шоке просто 55 выставку 50 никто не попал что то что какова вероятность этого события давайте x2 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 но зато здесь справились молодцы процент класс что за примерно так 6 копейками ну если мы округляем до 50 ё-моё мы есть спецназ у меня только один вопрос она смотрим все на оверах все папа кого главное попадать просто даже не обязательно убивать блин просто ранить их ранить их чувства да не наших ранить-то ё-моё приехали короче пытаемся не дергайся все нормально я буду на чеку перед стрелять проводится но как иначе может грэнк сразу закинуть мне не нравится то что он здесь ходит да давайте так сделаем еще покоцаем глиж второго еще за день фулл кавер боя готов мне очень скорее всего не пробит только запросить какая боль вы видели выбегает и никто не вообще ничего алё да над что вышли давай дайте как а у у у у жара а щемида блин сейчас может быть минус боец просто ладно он промазал я промазал все честно слушай давай ребят молодцы такие блин нервы особенно на старте вот дальше рандома вот реально рандома меньше дальше потому что у тебя появляется более точное оружие появляются методы снятия этих укрытий растет уровень солдат понятное дело что у врагов тоже растут характеристики появляются новые способности ну по крайней мере ты приближаешься к этой к этим заветным ста процентам но сейчас блин сейчас это всегда такой рандом ни прицелов нет ни черта так даже снайпер с выцеливанием не факт что попадет по человеку без укрытия ну там 90 плюс но все равно как бы не факт биквайр говорит разжёг желание пойду катну и к чем он тебя тоже разожжет это хорошее желание но на самом деле мне XCOM гораздо больше нравится чем PUBG потому что PUBG это игра на рефлексах то есть XCOM конечно это тоже определенные навыки но ты не можешь бездумно тыкать и как бы играть после XCOM, после вчерашней трансляции я реально о нем несколько раз вспоминал просто продумывал что где ошибки что лучше хотя сто раз уже мы были на этой стадии короче даже неуместно сравнивать это для рыбалки нужны рефлексы для рыбалки нужны рефлексы да просто ну зажать то надо координаты получены минус собеседник конечно хороший нужно еще для рыбалки это безусловно но конечно в первую очередь рефлексы а здесь начинается еще нервы еще такой рандом ты вроде пытаешься посчитать но игра считает вместо тебя как бы и она всегда права то есть то как она посчитает это всегда верно и как бы что бы ты там не делал какие бы планы не строил ее рандом всегда будет вернее по итогу то все подходим первую часть задачи базовые выполнили понял понял я вот всегда слышу возмущение по поводу стрелу сам ты стрелял из огнестрела всегда твои дороже расстояние нет я не стрелял из огнестреля но я стрелял единственное что где это в тире в детстве и то там была пневматика то есть ну и стрелял еще из пневматики там аппер при приезжал там струляли но у тебя человек может не попасть в икскоме с двух метров вот он стоит перед целью и может не попасть с двух метров по врагу поэтому как бы по мутону вот такому который стоит перед тобой здесь свои вероятности но мне нравится логика сам то этом ооо дрон мы же согрели курлок-курлок попахивает мобхаком михаил я ничего не ставил ничего не знаю добрый день блин мы же есть спецназ блин может быть надо было по повыцеливаться кем-то хотя сейчас же дроид первым пойдет он все оверы соберет 20 30 процентам вероятности 48 неплохо почему-то а потому что он пока находится на этом уровне сейчас летит будет меньше да вот они пошли 30 процентов но мы получит попали получили повышение сектор не должны успеть дойти сейчас поиграя в тот же пейнтбол бывает с метра люди мажут в панике там а дальше ноль в пейнтбол да ну последний раз мы вообще играли в лазер так летом прошлом просто терпеливо ждем 6 раз по 50 должно зайти нормально еще мы фигмена не убрали а он внизу явно он всегда внизу поднимаетесь по лестнице лестница ждет поднимается они всегда поднимаются еще один болен этому к этому на жизнь не готовил я кстати пейнтболе попадалось 50 плюс метров один раз промазал с пяти выбегаем ткай спин противника шоке начинает стиль 7 неплохо да ну слушай ты любитель а тут элита элита войск то есть тут лучше из лучших ребят за 25 баксов нанимает за 25 к скорее всего учитывая обнулением как бы поэтому и появляются всякие мемчики вы есть спецназ как бы потому что ну иногда как бы задаешься этим вопросом как как вообще как или плать поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает знаем мы эту элиту в чатике покупают себе место вот правильно ведь вот и и отец он уже прав да понабрали не ради спасения ради это самое ради средств блин да попробуем надо уже подтягиваться всеми остальными занимать места уже в первом ряду на позицию оставлю я пожалуй только пулеч естественно оверу потому что он там может бегать подо мной прям успокойтесь тут на всех работы хватит хотя справедливости ради тот же самый заль который тоже элита они тут все сбалансировано более-менее вполне кстати может быть имеет смысл поставить версию лонгвора более свежим вален подчеркивание тем релизили поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает она брали по объявлению чур ясно мин вот был был у нас один такой блин я моё яркий пример фон темпла он там и самолетом порулил блин еще где-то еще там стрелял крэйзи тогер добрейший михаил смотрел серии трансляции фото супа x-files не желает не не нет у меня к сожалению нет времени прям чтобы всю серию смотреть поэтому я иногда заглядывал понимал что ничего не понимаю фимин сразу у нас молодой человек с не хочу чтобы меня трава 0 и без кавер молодец анимация прошла такая как будто уже никого нет но мне кажется что еще должны быть два сопоста там поэтому я бы не торопился с выводами да похоже никого нет только скриптовым очень вовремя я пока держусь на мои бойцы им повезло меньше надо отсюда уходить уродцы уродцы какой вы вид войск но такое снаряжение ну басы наш рот войск называется объект на рейнджер да кажется здесь больше нет врагов сми нужно отталкиваться вообще по-хорошему надо проверить миша уже иду проверить да нет никого не надо проверять ничего просто занимая позиции уже элитные бобры морские готики вариант пред как закончилась вместе заложников который вчера закончил поражением штурм один на вас идет группа чужих готовность номер один с одной поражение любые сделать больше но тут уж ничем не поможешь там становилось жарковато если бы не вы думаю там бы я и остался с богом штурм один к вам движется против ой прям здесь никто что ли ну ребят 20 30 50 у меня нет разведчика и нет разведчиком кайф какой сопресса надо его и фланговать классный фланг только у одного получится хорош повезло скрытым удачно внимание что ну и и мое заряд на вас выйдет подразделение чужих и там же второе но это два последних перегруппировались пока есть возможность перегруппировались этот рашет по двойке был сначала здесь уйти ясно начинай движение координаты получены ах мчусь полич не будет атаковать на уверен ну и помним что они могут там просто сидеть тупо сидеть дело любят всего три бои готовность ну хорошо для начала спасем випом потому что не спас випом и не получил сразу двух бойцов не получил денег не получил ну короче ничего не получил проблема в том что они там на уверен нет я подожду какое-то время иногда они дергаются да идет идет есть нормально давай 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 50 50 кто-нибудь кто-нибудь один разок один разок малин молодец так это раз и спокойненько второго час пришел один придет второй народная мудрость ком-цумир ком-цумир я я зергут есть ранение уже бах контрольный бах давай мой дес но челлендж выполнен я уверен что вы справитесь готова кузь да фактически сейчас пытаюсь пройти тот путь который мы вчера за за вечер проходили пехотинец раненый не забывайте два нж снижение паники имеет смысл сейчас уже по улыбаться по улыбаться не тратить деньги новые инженеры запустить два спутника купить как минимум два корабля новых запускаем что-то у нас по домашнему 80 70 значение средние вчера был макс 150 заказываю перехватчик и заказываю еще один перехватчик может конечно не пригодится но ну как вчера помните но они могут прилететь реально в самом начале месяца с любое время самого начала месяца бмп-2 прицелом бмп валера готов похищение среднее от побережье хорошо вандорн это у нас типа седьмой пулич да но в этом в этом трое смотрите я по сути сделал проводил отбор по такому же принципу в этом трое как и в прошлом трое то есть мы берем выше среднего по точности распределяем по трем ключевым ролям кстати это может быть ракетчик вот но вспомните что прошлый раз у нас едва на набралось по 4 состава сейчас 5 снайпов 6 пулич и то есть еще есть вандорн пора игла ставить хотя бы парочку в том-то и дело что истребители ну хотя да может они могут полететь во втором месяце делаем иглы ну по бронированным целям чтобы лучше работать средне да точно снайп безусловно побережье и надо все равно качать лимминг я понимаю что тяжело 15 фой да и смотрите 15 фрики вообще а подождите мне казалось что он всегда 4 14 или 3 14 с ума сойти первый раз фрики за я не помню вообще не то есть это дефолтный чувак который дается после вы есть спецназ вместе с вандорном ну как такой приятный бонус вандорн хорош у него навык есть перк неполебимость а этот всегда был среднячком он рандомный же сейчас уже понял что рандомный но его давали реально очень много раз и впервые впервые он пятнашка у меня теперь три пятнашки раз разведчик но этот это точно у нас разведчиком будет у меня сейчас три разведчика с маневренностью 16 топчик ну один правда не докачан но это ладно сейчас нужно делать инжей инжей прям бахать их делать основательно какое количество народу брать с собой средняя да это 12 человек миссии сложнее чем тарелкам все равно поэтому я наверно возьму двоих сюда наверно возьму топовый инжа хотя блин вот зачем топовый инжа только ради ради школ офицеров мне ее рашить не обязательно у меня сокол в следующий раз получает и в этом нет потребности подкачать штурмаша под террор хорошая идея до штурмаш под террор это прям то что нужно потому что грядет следующий месяц и первый террор как следствием так соколику снайперку надо реально поставить правда он фатижный давится надо его вытащить поставить снайперку и убрать когда у меня прицелы будут сколько часов осталось 20 часов не успеваем мало ли что там два прицела сразу же штурмовик снайпер и нужны лавэлапы можно взять для лавэлапов пулича одного потому что он гарантированно получит лавэлап и на этом закончить брать бойцов опытных и набирать отребьев разведчика ран ну все сейчас нужно набирать просто на инжей инжи не обязательно плотные не обязательно мобильные не обязательно не обязательно точные то есть вообще плевать какими будут инжи мне нравятся таки требования это явно штурмаж так давайте пехотинцы на повысить вот этот повысить снайпа надо распределить роли потому что мне кажется я там могу уже этого пехотинцы делаем хорошая точность пятерку дали это прям очень редко это точно снайп 6 уже получается один с мобильности две точности единицы дали ну и собственно вопрос с вандорном он всегда был традиционно пулеметчиком хорошим пулеметчиком меткость подходит статы подходит на пулеметчику 6 человек но правда я всегда играю через пулич и с вообще их x2 хотел делать всегда поэтому вандорн у нас будет пуличем меткость дали двойку четверку с носным и три лемминга три лемминга инжи три лемминга инжи требования к медикам пятерка хп то есть вот пятерку оставляем на медиков им значительно сложнее получать логу лапы поэтому инженеров набираем мы среди типа четверки тройки косые вот инж раз 311 66 какие все классные ночи плотный вот еще одна пятнашка но мне сейчас третьего не обязательно качать разведчика как бы пока двоих хватит блин и закончились да все хорошие давайте вот это возьмем ну что 12 для медика низкая маневренность это еще один инж давайте кузя сразу понятно что это олег у нас побольше гранат с человеком с такой точности все леммингом учитывая то что реальную точность низкая надо давать гранаты датчику штурмаша берем последнюю 313 64 в принципе тоже есть люди лучше возможно даже отсеивать 313 оставшись 313-312 напоследок оставить что-то реально хороший 512 плотность не обязательно но это скорее на медика пойдет 413 достаточно точный это тоже опять же слишком плотный слишком медленный даже для инжа 11 составляем короче маневренность не будем брать а давай 512 все-таки 5 тоже инж возьмем дым нас всякий случай гренка 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 две аптечки побережье одно и испалитель шнурм один следующий это не самое лучшее открытое ну смысле побережьем потому что нам возможно придется сражаться сразу в открытую поле по улицам нужно с этим разобраться и пройдя дорогой смысл держись кузя они нормально с другой стороны мы реснулись или нет или я перепутал просто там такое же здание короче самая главная проблема в этой карте это снести то что в самом начале у нас здесь находится потому что враги как правило прямо сразу вижу первый пак но он как раз находится вот там то есть в общем-то мы снайпа уводим выцеливаем и уже нормально чемпионе пульс ставлю сюда потому что его ну вообще его лучше вот сюда было поставить там больше шансов на на пострулят сейчас нового датчик движения и смотрим а они прямо по курсу на ну вот это уже хуже потому что ну я не знаю как они разбегутся ну ладно давай лучше так уже иду агрить надо агрить надо собственно грим не агрить какая стопция я поставлю пулеметчик сюда этого сюда боюсь из 2 2 пака сагрита что там очень много всего видно виднец будет короче делаю я датчик движение последний но вижу только один пак поэтому походим на 3 секторе разбежались плохо для снайпа кажется я вообще никого не вижу да но они достаточно далеко поэтому я наверно подойду вот так выцелюсь должен отсюда видеть уже овер кузя поближе сюда потому что отсюда я не буду работать двумя мне нужно их выводить вот к этому дверному проему можно конечно сюда выйти но опасливым лучше я уберу сюда штурмаша давно вы давай вот так уже сделаем нормально сейчас главное что не сразу три пака как это часто бывает на этой карте потому что контейнеры это середина карты вот те контейнер середина карты и ты как бы выходишь тут все они позиции нихрена подсвечиваем ох и снайпер никого не видит но зато мы сразу видим штурмовиком людей стоящих без каверов это отличная возможность пострелять я стреляю 70 процентов вас тут нужно заходить сюда возможно закидывать гренки две штучки хорошо ушатают есть риск спулить еще пак но нет отсюда нельзя я хотела снайпером по поработать и где тут снайпер вообще поцеливаюсь открываем хорошо здесь я думаю надо все-таки кидать как минимум одну гранату чтобы ранить двоих на что дпс не хватит нам убить их с руки а так мы по крайней мере или все-таки добьем гренки 2 как раз нам kill нужен а так не факт что ты попадешь да давай лучше объем давай все и опыт я понимаю что это но так так реально лучше и стабильно получим повышение и уменьшим вероятность руины убегает немножко сдвигаемся вперед занимаем тут полное укрытие какие-то какие есть но самое главное это то что снайпа нужно подвести так чтобы он по крайней мере ну простреливал все вот это вот площадь блин как же не очень здесь все она подвигаемся есть парочка укрытие нормальных остальные не очень сокращаю штурмашом полич наверно останется здесь и пока сюда снайпер пока выцеливает овер-овер-овер-овер-овер не хочу сильно рашить что за чертовщина что лучше направо сейчас кого-то увести до 1 новый пак два овера 46 44 оба раза мажем еще два овера 50 50 есть попадание одно хорошо и за контейнером дани ну снайпер должен по крайней мере этого полукаверного увидеть 75 после выцеливания точно бьем раз хорошо дальше у нас есть следующий но он как раз в очень хорошей позиции овер получается овер овер а здесь ханкер и ханкер ну потому что единственно кого он видит здесь к двоих чтобы спровоцировать его на overwatch на на потому чтобы подтянуться поближе надо вот да так хоть есть шансы попасть более реально молодцы ребят молодцы горжусь третьим раненым курлы курлы говорит этого не было в брошюре для призывников 55 попробую ну что он все равно следующий ход убежит и я по нему не постреляю хотя хрен с 2 он убежит от сапресса давай здесь соответственно выцеливаем здесь выцеливаем здесь выцеливаем с перезаряжаемся отлично он делает то что должен 57 кузя получает повышение кузя поздравлять олег хорош так не торопимся я чувствую что начинается ускорением а ускорение увеличивает вероятность появления ошибок там еще один подранок недобитый и два пока снайпажа vision появилась я понимаю но у него vision не было из-за того что вокруг всякая лабуда ну то есть его подвел исключительно из-за того что он банальный из-за так надо вылечиться до перевести из-за того что прямой видимости не было доцелем выходит да это наш подранок это старый пак опасная за полу укрытием а он не раненый что-то думал что он был ранен он не был ранен но теперь он ранен курлык говорит курлык отступаю в тень доверят пулейчат самое главное тяжелый пулемет вне зоны но как бы так это последний но прострелить его крайне сложно и снайп не видит черт побери но он такой да сюда будет видеть не там full cover прицеливаемся 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 подходим и прицеливаемся я не хочу рашить ну что там еще два пака все жухаем после прицеливания 1 пошел 2 пошел 3 пошел что у него типа так снайп типа подходит не видится рано как так то может отсюда да я продолжаю сопрессить не снайпа он не должен вроде видеть там вроде с общим видом он был до подняться на домик не может новый пак не снайп не может без подручных средств подняться на домик все резко стало не очень на самом деле и снайпа лучше отвести блин как же это тарап листа неправильно действуем снайпера увожу вправо там хоть vision будет нормальный этих нужно тоже отводить за полное укрытие понял я не прострелю иначе то есть перестрелки это мега рискованная штука сапресс да вот вот здесь не хочется конечно и сюда тоже не хочется давай дальше уйдем там три плотных сектоидом они конечно выбегать будут может мы попадем полу укрытие хорошо в принципе можно гренку жахнуть да давай грен ну кавер и того может задем немножко так вот сделать кузя давай работаем нормально дальнего убили у этого кавер снесли сделал как бы все что должен был сделать отлично должен был стрелять другой тоже ошибкам снайп выходит выцеливается есть лучше перезарядка овер блин овер полу укрытие здесь единственная проблема 20 процентов он мажет но зато снайп 60 уже после выцеливания по плотному уже другое дело самое главное что он стреляет и немаловажно что попадает здесь ханкер что боюсь здесь овер здесь овер здесь перезарядка выходит 50 40 есть молодцы улич убивает остается один нет все это последний муха из этих блин как как живенько разбираемся ну я молодец и кто и дыме воевать не то чтобы совсем ума не надо но с летунами и фенменами будет значительно сложнее стал спасать не пока слышите снайпа наверно надо вывести сюда уже чем резком а потому что он из-за вот этих вот контейнеров вряд ли будет стрелять лучше поставить куда-нибудь сюда максимально в угол что за шум и естественно перед следующим ходом прицелиться снайпером дальше уже двигаться вперед блин боеготовность снайпа ошибка сейчас мы отрезаем эти контейнеры получаем полное укрытие слышите и аккуратненько аккуратненько я уже небольшой риск уже иду давай так никого я в пути снайпан будет подвести сюда ближе чтобы угол был больше на на простреле мне кажется даже его выгоднее сейчас направо резко увести потому что здесь реально еще еще лучше обзор поэтому снайпер побежал даже стремя то что они типа в домах в доме я вряд ли там нормально его не выходит пока снайпер на перебеге но правда лимминг оперативник получает сразу лавала глаза дым глаза дым нас флангуют я увожу снайпом прям прям увожу увожу потому что отлично одну цель видим здесь 33 ну лучше сразу сапрессить отойду лучше я хочу чтобы они подходили пулись работает вслепую спать светим посмотрим где этот ух ты нифига себе как уже подошел там один сувер в очень другой ну короче гренками что закидываем их 55 40 снайпер пытается хорош дальше сапресс это средний да этот это должен быть последний сокращаем более активным глухая оборона боишься да сучок мне кажется надо его покоцать все таки гренкой чтобы но потому что он может поехали глядишь еще из full кавера пол кавер сделаем или вообще не кавер да он там за ящиками как выяснилось так что по xp а вот не получил еще 63 да не буду гренкой добивать пытаться хотя вообще-то надо да надо гренка добивать потому что мне каждый киум нужен подписаться на при у меня переподписан 7 месяцев м спасибо хорошо закрыли эту миссию друзья хорошо с тремя леммингами под конец месяца март конечно очень простой если бишь тарелку то сбил было бы совсем шикарным ежемесячно плюс 406 мало мало в прошлый раз будет 476 ты из раз из-за разницы в рандомном бонусе чего повышаем кузи инженер 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 так чтобы цифры были актуальны инженер несмотря на 70 процент на вероятность не получил себе хит полить 74 плюс 3 нормальном штурмаша прокачали это очень важно на мастера ближнего боя это он под террор хит правда он семерочку не получил несмотря на тоже вероятность 70 процентов кузина становится инженером получает хит этого я делал тоже инжом типа дам четвертый инж и 12 60 63 без медиков играем 6 хитов хорошо ну пока без медиков блин или пехотинца должен был за ним сдать нет пехотинца и 1 вроде хотелось сделать но у нас заделывается два прицелом высоко маленький разведчик давайте ребят это еще один шанс покачать нубасов атакую он попал четыре раза я один вероятность попадания одинаково виду противник с таким рандомом конечно мне еще средний еще сбивает трендец есть полетели полетели а кто мне нужен блин мне такая ситуация кажется лавала по значительно больше чем прошлой разы хоть там не было плюс два штурмаша и плюс один разведчик остальных было меньше реально но так то вообще очень хорошо идем странно я же одну миссию скипнул так надо прицела дождаться в любом случае потому что тут буквально несколько часов ну что я бы конечно этой миссии попробовал максимально докачать леммингов но самая большая сложность заключается в том что точных леммингов у меня уже не осталось все оставшиеся лемминги но кроме вот этого 311 но я даже брать не буду это будущее а нет у меня один пехотинец должен быть вот 314 типа 66 3 вот это пехотинец это будущее медики я хотел сказать один конечно разведчик штурмовика нужно сделать ладно давай давай сделаем одного штурмаша не по террор но как бы на будущее на экзальт и на следующие террора для ротации тебе нужен косой в меру мобильный желательно плотный человек пять тринадцать шестьдесят один это штурм террор желательно иметь как минимум двух двух штурмашей чисто под террор и говоря о том что штурмаши при правильном использовании не умеют использовать они помогают еще на миссиях экзальта с варм типа блин может дождаться соколика но не могу дождаться соколика пулеметчика могу дождаться джека потому что после этого я смогу бахнуть школу офицеров и я грань да надо ждать день джека дождаться сколько там осталось 10 часов джек 15 часов не выходит даленький цветочек у нас это плохо это подвигает неопределенное время школу офицеров в прошлый раз у меня топы были а уже начало первого нас друзья ладно все закончили закончили на сегодня я за ним горит джек нефотежного брать наверное не стоит все таки это может быть в этом есть смысл не второй месяц может быть мега насыщенный в плане миссии надо подумать хорошенько смотрите если я сейчас не беру не повышаю не получаю повышение а эти два пацана на наиболее близкие к повышению то скорее всего заканчивается месяц а дальше неопределенность когда прилетит следующая тарелка или начнется миссия похищения или прилетит террор я не знаю а у меня уже людей в принципе я думаю уже мы подходим к тому моменту когда можно делать повышение даже если мне не хватает людей то мне все равно нужно потратить 10 дней на строительство офицерки после того как я снова слетаю на миссию короче надо из фатига вытаскивать надо вытаскивать фатижного соколика или джека и лететь на миссию на это что иначе реально я минимум 10 дней теряю на школе офицеров минимум нет не минимум ты теряешь не ровно столько сколько будет до следующей миссии то есть непонятно сколько ты теряешь но до 10 короче что время строительства как раз и в церкви 10 ладно друзья спасибо за то что смотрели сегодня конечно появилась новые челленджи и основной папа пополнен уже шестьдесят восемь тысяч 364 рубля напомню у нас с вами колоссальная задача пройти до середины до середины мая нет июня июня то есть где-то за два месяца с текущими галками и к с чем там есть обременительные еще челленджи такие развлекательные надо не забыть сокол дать имя если новый трой начнется все благодарю вас за внимание увидимся с вами ориентировочно завтра вечерком начало недели сначала сначала в поработать а потом уже потом уже поиграть вы всего хорошего пока а и а и и и и